6 июня 20 часов 40 минут Самая престижная футбольная премия мира Золотой Ротенберг Церемония награждения начинается прямо сейчас И какая-нибудь такая пафосная музыка Нет, это не очень пафосная музыка Здорово, здорово, ребятня Здорово, здорово, соскучились, поди Сколько не виделись-то? Целые сутки не виделись Это же целая вечность, считай, прошла Золотой Ротенберг С собственной персоной Вот, вот стоит, смотрите Наш любименький Золотой Ротенберг Вы представляете, что мы эту премию вручаем уже 5 лет? 5 Великолепно Да, да, Геннадий, да Даже у Ди Каприо есть Золотой Ротенберг Дзюба и Слуцкий уже приехали на вручение премии Где ты их видел здесь недалеко? Номинация Золотой Тегнезян за самое глупое удаление Ну, надо было приходить на стримы, когда мы придумывали номинации к Золотому Ротенбергу Самое глупое удаление в целом хорошая была бы номинация Я бы ее точно взял Можем дополнительным бонусом приз зрительских симпатий, так сказать, сделать Золотой Тегнезян за самое глупое удаление Наконец у нас в прямом эфире Да, да, я все, я в прямом эфире Я более-менее отдохнул Отходняк у меня после сезона прошел Вчера прям Кайф был Когда можно просто ничего не делать Ну, так ничего не делать Видео монтировал до 6 утра А так ничего не делал Озвучив всех победителей за 5 лет Это невозможно, ребят Это невозможно Я понятия не имею, кто побеждал в Золотом Ротенберге 5 лет назад Добрый вечер, Анна Сухинина Привет, Тим Наконец дождались вручения Марсель-01 Золотой Борис Павел Чистюков Сав тут Кузьмичев поборется с Живоглядовым Кстати, у меня Живоглядова, по-моему, ни в одном нету Ни в одной номинации У вас есть шанс исправить это Потому что, как обычно, по каждой номинации По каждой номинации Вы сами вольны предлагать абсолютно любого кандидата И будет две строчки Одна – мой личный победитель Человек, которого выбираю я Или события, которые выбираю я Другое – это победитель зрительских симпатий Пишите в чат Здесь, к сожалению, нету голосовалки Встроенной пока еще Потом когда-нибудь появится Но пока ее нету Поэтому пишите в чат И, ну, по каждой номинации Специально буду объявлять Когда можно голосовать И потом по общей тенденции выберу Доброго времени суток Надеюсь, не будет выступления Бузовой Блин А что, не надо? Я выключу вкладку тогда Что у нас вообще? У нас сегодня, вообще говоря Новости есть Давайте Пять минут потратим на это Потому что наверняка будут приходить Задавать вопросы Локомотив рассматривает вариант С приглашением Бакаева Зенит пока против Многовато у нас людей Из Зенита, честно говоря Чистяков, Бакаев И не сказать, что самых лучших Мы решили из Зенита выбрать Я посмотрел у Бакаева в этом сезоне 300 минут за Зенит сыграна И не уверен, что этот парень Вообще хоть как-то Локомотиву может помочь Мы обсуждали как-то Не знаю, месяц или два назад Мы обсуждали Бакаева В контексте сравнения Там с локомотивскими игроками И я показывал о том Что у Бакаева Крайне нестабильная игра То есть вот у него был Был один хороший сезон Полтора максимум А он не мальчик Он уже Это не 20-летний парень Которого один хороший сезон Пара плохих Это еще ничего не значит Когда у тебя к 25 годам Один хороший сезон И один неплохой А все остальное Это провалы по 300 минут игры Вызывает большие вопросы Стоит ли такой игрок подписание При этом личка у Бакаева Вы знаете Такая, что и Спартак Ее не смог потянуть Только Зенит И вряд ли он будет сильно В этой самой личке уступать Короче, я не очень хочу Бакаева Мне не кажется Что это прям Какое-то серьезное усиление Для локомотива Лучше Остаться с теми Кто есть Чем приобретать Бакаева Илья Самошников Успешно прошел Медосмотр для локомотива Не новость Но пока Что повеселило В этой новости от Карпа Это Великолепная информация Сейчас Это великолепная информация О том, что Осталась Последняя Формальность Чтобы переход 25-летнего игрока Утвердил Трансферный комитет Клуба То есть Прикиньте Они обо всем договорились Они уже согласовали Контракт Игрок прошел Медобследование И тут такие Точно Точно Забыли же Надо на трансферном Комитете утвердить Вдруг нам не нужен Этот футболист Это Очень смешная Пометочка Привет, Тим Привет, Локер Привет всем Держу в курсе Барзыкин сказал, что ты умный Но не понимает Как ты мог топить За немцев в клубе Спасибо Очень лестно Барзыкин тоже умный По крайней мере Был тогда Когда я за ним следил Еще на Спортсру Немножечко жалко Что он ушел В эту свою Хайп тематику Но надеюсь Что ему это В денежном плане Принесло Много-много Счастья Ротенберг побеждал В номинации Золотого Ротенберг Я думаю, что в первый сезон Да Я думаю, что в первый сезон Когда мы все это учреждили Там же Были номинации Про лучший Худший трансфер Наверняка Ротенберг Входил В оба списка Потому что Трансферов в тот сезон Было мало И Может быть Где-нибудь бы Ну Если не победил То где-то был Очень близок К этому Так что По Самошниковам Тоже много уже говорили Самошников Я не очень понимаю Зачем нам Самошников Имея Такое количество Крайков Достаточно Хороших Достаточно Сильных Я не очень понимаю Чем Самошников Сильнее Этих самых Крайков Но Добро пожаловать Если пришел То и пришел Тарина ведет Переговоры С Аталант О выкупе Мирнчука За 9,5 Миллионов Лионченко Наша задача Сохранить И усилить То что мы Приобрели Весной Тикнезиан Стал успешнее Так все Это уже не интересно Еще на чемпионат Коми Кто не видел На чемпионат Коми Есть Статья Которую Часть Которой Написал Я Где Михаил Галактионов Паре НН Локомотив К сожалению С Федотовым Не удалось Побороться Первое место Говорят Но Михаил Галактионов Выбор Артема Цалона Автора Телеграм Канала Ежеграм Знаете Сколько Человек Подписалось После того Как я Пролез На Главную Страницу Чемпионат Кома Знаете Фантастические Цифры Ноль Никто Не подписался Никто Не перешел Но Я все равно Защитил Честь Галактионова Кому Можно взять Чемпионат Кома Есть Чемпионата Коми Не знаю Чемпионат Ком Не чемпионат Коми Чемпионат Коми Это что-то Из разряда Не знаю Бега На собачьих Упряжках Короче Если хотите Тоже можете Посмотреть Полайкать Почитать Я же не зря Что ли Старался Я потратил На это Минут 20 Своей Жизни Все На этом Мы Заканчиваем Ноль Правильно Ноль Великолепно Работает Система Рекомендаций В чемпионате Коми Я ни о чем Не жалею Ребят Главное Было Защитить Честь Галактионова Если б не я То кто Никто не отписался Это тоже Положительный момент Это безусловно Очень Очень сильно Положительный момент Еще у меня Видео вышло Кто не посмотрел Кто не поставил лайк Я лично проверю И забаню Потому что Мне такие зрители На стриме Кто не смотрел Видео по торпедо Вообще не нужны Обязательно Обязательно Вот сейчас у вас есть 17 секунд Прошли Поставили на паузу Поставили лайк И после этого Вернулись сюда Давайте Я жду Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Тринадцать Четырнадцать Пятнадцать Шестнадцать Семнадцать С возвращением всех Тим, что ты думаешь О вступлении крымских клубов Российский футбол Севастополь Севастополь и Рубин Я думаю, что Год До Полтора Назад Это была бы Огромная проблема Для российского футбола Два года назад Это была бы Очень большая проблема Для российского футбола Сейчас Вступление Крымских клубов В российский чемпионат Это настолько Мелкая штука Которая Вряд ли вообще Может быть Хоть на что-то Может повлиять Поэтому Ну Вступили и вступили Сегодня вступили Завтра и выступят Не думаю, что это вообще Хоть как-то Хоть на что-то Может повлиять Но я, конечно Не то чтобы сильно Какой-то Защитник Идеи Выступления Крымских клубов В России Я не очень понимаю Как это все Логистически будет Кому это нужно И зачем это нужно Особенно в текущих условиях Но Решения, как вы понимаете Принимаются Не теми людьми Которые Хоть как-то Хоть Чуть-чуть Понимают Как проводятся Чемпионаты Да Ну Сказали Сделать Взяли под козырек И сделали Как это вообще Реально можно Логистически устроить Ноль идей Ну Посмотрим Посмотрим Столько уже бреда всего Всякого было сделано Да То есть После введения Фанайди Ну Ну почему бы И не посылать Российские клубы Второго дивизиона В Крым Почему бы Не делать это Это же так Так удобно Главное Чтоб из фифы Не исключили Да не исключат Самое страшное Это вот То что То что уже есть Все эти баны Все эти запреты Это уже Это уже есть Исключение из фифы Это будет Гораздо более жесткое решение Неточное Ну я по крайней мере Не верю в то Что После стольких лет Фифа будет Что-то там Исключать нас За такие Вещички Хотели бы Исключили Поводы были Гораздо больше Давайте Оставим Эти темы Для Особых шоу А мы с вами Поговорим Про Золотого Ротенберга Золотейшего Из золотых Ротенбергов Как у нас Все будет Происходить Я буду Объявлять Номинацию Я буду Говорить Своих претендентов Если они у меня есть По паре Номинаций У меня нету Претендентов Потому что Вы их придумали Они мне понравились Но я так и не понял Как мне Вообще Что-то с этим делать Поэтому Если У вас будут Претенденты Я с удовольствием Их посмотрю Давайте Начнем С чего-нибудь Не самого Не самого Такого Важного Так А где моя табличка Вот моя табличка Показывать ее Вам не буду Чтобы не палить Секреты Давайте Начнем С Ну с чего Начнем Давайте Лучший Молодой Футболист Сезона Звучит Себе Табличку Сюда Ставлю Эту Сюда Ставлю Лучший Молодой Футболист Сезона Давайте В молодых Будем включать 2004 год рождения И моложе 21 год Ну вы конечно Даете Молодой Будет у вас Еще возможность За Карпукаса Проголосовать Вот это вы конечно Даете Мои варианты Вариант номер Первый Номинации Можете выбирать Из них Даниил Худяков Помните Был такой Вратарь В локомотиве Даниил Худяков 2004 Год Рождения Я вам покажу Тихо Тихо Что это Куда это Вот так вот Я вам покажу Если вы вдруг забыли Как выглядит Даниил Худяков Вот 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 он Во всей своей Замечательной красе Вратарь Локомотива Который Вошел В Этот чемпионат Основным вратарем На него немцы Делали большую ставку Я был ужасно Против этого Вы помните Все время Говорил о том Что нельзя Бороться за высокие места Когда у тебя 18 летний Нервный вратарь И за его спиной Нету никого Был Гильерми Но Достаточно быстро Получил травму И остались мы Просто только С Худяковым Худяков Пропускал Худяков Втащил Были матчи В которых Худяков прям Очень хорошо Играл Были матчи В которых Худяков играл Так себе Ну в общем 2004 год рождения Вратарь Следующий игрок 2005 год рождения Вадим Раков Вадик Вошел В сезон Лучшим бомбардиром Юфейл 2 Он Закончил сезон Забив там Больше голов Чем матч сыграл Чем очень сильно Порадовал Всю публику Его сразу Взяли на сборы Он Достаточно быстро Дебютировал Уже в третьем По моему Туре Против крыльев Советов Вышел на Пару минут Ничего особенно Не сделал Но Стал одним из Самых молодых Футболистов Которые дебютировали За локомотив По моему Моложе только Антон Миранчук Ну что-то Короче такое было Алексей Я имею ввиду Миранчук К сожалению Вадик Не смог Себя ярко Проявить на поле В свои 17 лет Когда он выходил Что-то где-то Суетился На мяче был Одну По моему Атаку разогнал И в итоге Под конец сезона Дал одну голевую передачу Как раз на Антона Миранчука Параллельно с этим Играл за Молодежную лигу Там забивал По первой части Сезона Вообще много По второй части Сезона Вообще немного Но в общем В целом К концу сезона Он уже стал Твердым игроком Обоймы Галактионова И когда Локомотиву Нужно было Забивать голы Галактионов Его выпускал Так что Можно надеяться То что В следующем сезоне Вадик будет получать Еще больше Минут Следующий Уже В основной состав Прям в стартовый состав Даже не один из первых А прям Самый Самый Первый Очень Неожиданно Михаил Щетинин Попал в стартовый состав На матч ЦСКА У Вадима Ракова Например Игр в старте До сих пор Нет А у Щетинина Она есть Хотя минут Щетинин в итоге Провел Поменьше Чем Вадим Раков Очень всем Понравился Тем Как он играет Корпусом Тем Какой он Неуступчивый На сборах Забивал гол Ворота Сочи Короче Миша Щетинин Опорничек Центральный полузащитник На последние матчи Уже выпал Из обоймы Галактионов Если Раков Наоборот В эту самую обойму Вошел То Миша Щетинина Мы в последних матчах Не видели Даже уже В запасе Спасибо большое За фолу Кстати Шиман 19.84 Спасибо огромное Подписывайтесь Кто хочет У нас есть Еще один Человек Которого Вы наверняка Здесь ждете Лучший молодой Футболист Сергей Пеняев Сергей Пеняев Ворвался В локомотив Этой зимой Долго За ним Локомотив Охотился Еще Рангников Очень сильно Хотел Но тогда Его к немцам Не отпускали А Этой зимой Он наконец-то Подписал контракт И Наконец-то Начал играть За локомотив Играл Довольно много Выходил в старте Довольно Часто Но Забил всего Два гола Один гол в ворота Ахмата Один гол в ворота Торпеда По-моему Еще одну голевую Передачу отдал Если не ошибаюсь В общем Не очень много По сравнению С теми авансами Которые Ему выдали Думаю Что В следующем сезоне Мы увидим Еще более Хорошего Пеняева Который Так же Круто Так же Эффективно Бегает Так же Эффективно Обводит Но при этом Еще после этого Может что-нибудь С мячом Сделать Поэтому Вот мой выбор В смысле Вот еще один номинант Это Сергей Пеняев Ну и последний игрок 2004 год рождения Одногодка Пеняева Это конечно Егор Погоснов Вот уж Кого я Вообще Не ожидал Среди Игроков Основного Состава Локомотива Так это Егора Погоснова Егор Всегда Выделялся Своим Богатырским Здоровьем Богатырским Ростом Богатырем Вообще И метр Девяносто Девять По моему У него Рост Но Я по Молодежке Честно говоря Никогда На него Даже особо И не Ставил Ну есть Егор И есть Ну Типа Мне всегда Больше нравились Такие Игровики Среди Центральных Защитников Которые Не только Своей Физикой Выделяются Но могут Там Передачку Отдать Нарывочки Сыграть Диагональку Выполнить Всего Этого Я у Погоснова Не видел Но Как обычно У Мишаткина Все игроки Прогрессируют Просто С сумасшедшими Темпами И внезапно За последние Там Пару Месяцев В молодежке Погоснов Действительно Стал Лидером И В молодежке Он начал играть Так что Он вроде как Центральный Защитник Но Он просто Брал мяч Его можно было найти В центре поля Он мог подключиться К атаке Совершенно спокойно Его никто Не стеснял В этих Условиях Поэтому Вдруг неожиданно Погоснов Сначала Стал прям Очень важным Игроком Мишаткинской команды А потом Точно так же Неожиданно Еще До Прихода Галактионова Попал В основной состав У Федорова Сыграл против Урала Сыграл Достаточно хорошо Прям Приятно Удивил Наверное В том числе Для меня И всех остальных Ну а После Перерыва Уже С Галактионовым Неоднократно Выходил В стартовом составе И Надо сказать Что да Может быть Какие-то ошибки Он допускал Но точно Этих ошибок Было не больше Чем у гораздо Более опытных Ивана Кузьмичева И Станислава Макеева Поэтому Егор Погоснов Это Вот Парень 2004 года Рождения Который Получил Желтую карточку И выпал Из состава Потому что Его заменил Митай Но тем не менее Вдруг неожиданно На эту весну Стал чуть ли не Основным Центральным Защитником Локомотива Такая вот У меня пятерка Можете Голосовать Худяков Раков Щетинин Пеняев Погоснов Я думаю Что мой выбор Лучшего молодого Футболиста Этого Сезона Мы голосуем Не вообще В вакууме Мы голосуем Не потому что Пеняев В будущем Может стать Суперзвездой Мы голосуем За лучшего Молодого Футболиста В этом 2022-2023 Сезоне Поэтому Выбирайте С умом Выбирайте С сердцем Я наверное В данном случае Прогласую За Егора Погоснова Потому что Потому что Даня Худяков Мне не нравится Как он играет Мне кажется Что из-за него Мы довольно много Очков потеряли Вадим Раков Я ждал больше Я ждал Что все-таки Будут какие-то Голевые действия Если бы он хотя бы Пару голов Забил за то время Если бы он хотя бы Чуть-чуть побольше Времени сыграл Хотя бы там В старте Может быть выходил Может быть на кубок Что-нибудь забил Я бы может быть Проголосовал за Вадима Мне очень нравится Этот футболист Но надо Надо быть справедливым Что в этом В этом сезоне Вадим Раков Себя не проявил Так как он мог И так как он Должен был себя проявить Исходя из того Что он показывал До основы Миша Щетинин Вышел в старте Те матчи Которые ему давали Отыграл без ошибок Хорошо Но пока это Прям совсем мизер Почему я не проголосовал За Сергея Пеняева Потому что Сергей Пеняев Половину этого сезона Вообще играл не за локомотив А мы здесь учитываем Только игры за локомотив А во второй половине сезона Ну у меня не получается Сказать что Вот Пеняев был прям Важной Какой-то фигурой В локомотиве Без погосного Вот если бы в некоторых матчах Не было погосного У нас просто некому Было бы выходить И Ну скорее всего Результаты были бы Гораздо хуже Про Пеняева Я вот Такого сказать К сожалению Не могу Мне очень нравится Сережа Я очень надеюсь Что в следующем году Он спрогрессирует И станет именно Ох ты ничего себе Витя Зуев Приветствуем 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 Болельщика локомотива С давним стажем Зайдите на канал Подпишитесь Виктор Зуев Так вот Так вот Про Про Пеняевой Почему я выбрал Погосного Спасибо огромное За рейд детский Погоснов Очень неожиданно вошел Погоснов был у нас И в первой половине сезона И во второй половине сезона Да там был буквально Пару матчей Когда Егор сыграл Один в кубке Один в чемпионате С Уралом Ну а потом Прям некоторые матчи Егор выдавал так Что ты Вот смотришь Рядом с ним Кузьмичев играет Рядом с ним Макеев играет А ты думаешь Типа Что Кто из них 2004 года рождения А кто Станислав Макеев Почему один ошибается На каждом шагу А второй Играет здорово Поэтому в данном случае Лучшим Молодым игроком Этого сезона Достаточно неожиданно Для себя Я признаю Егора Погоснова И отмечаю Его себе В табличке Что вы выбрали И что вы вообще Говорили по всему Этому Много про Карпукаса Сказали Артем Дзюба Молод душой До 30 лет Молодой Подающей надежды Сможет ли Худяков на высоком уровне Играть Или останется перспективным Мое личное мнение Что Худяков Не будет Вратарем Высокого уровня Я об этом Неоднократно говорил Мне не нравится Худяков Мне не нравится Его вратарская техника У него незаурядная реакция Незаурядные физические данные Если он сможет К этому всему Добавить Хладнокровие В голове Игру ногами И Какие-то вот эти Вратарские трюки Почерпнуть У Гильерми И Лантратова Тогда он конечно Может стать вратарем Хорошего уровня Но По ощущениям Ему Очень сильно Не хватает базы И Тоже много раз Говорил о том Что по детям Худяков Никогда не котировался Высоко То есть Если что В сборной По 2004 году рождения Всегда был Матюнин Почему вдруг Неожиданно Именно Худякова Возвысили И именно Худякова Поставили В ворота Локомотива Я честно говоря Так и не понял Матюнин Не самого Высокого уровня Футболист Прямо скажем У него еще более Крутая реакция Чем у Худякова Он получше Играет ногами Но Бывает что Такую шляпу Привезет Что Хоть стой Хоть падай Как Письяков Но Типа Почему-то Поставили Худякова В ворота Локомотива Я этого Не понимал Не понимаю И вряд ли Буду понимать И В дальнейшем Я об этом скажу Когда мы перейдем К Лучшим игрокам И лучшим трансферам Сезона Если вы понимаете О чем я Проголосую за Богомаева Я в слезы ржал Когда он вышел Саренбургом Фадлу Рагман Нам Это говорит Я не понял Что это было Богомаев Он В молодежке Не играл Он в Юфелке Ну может быть В Юфелке играл Я не особо следил За Юфелкой В которой играл Богомаев Но Просто взяли И решили Что Давайте-ка его выпустим Потом после этого Он не играл Вообще нигде Не бейте меня Я видел на воротах Захурчука Залетаем на трансляжку Ставим Красное сердечко Мохнатое сердечко Погоснов Давно ли начали Начали 30 минут назад Я уже проголосовал За Щетинина выше Так что не надо Это считать вторым голосом Но мне просто Очень нравится Как он влетел в основу И сразу выглядел на уровне Хотя я от этого Хотя я этого От него пока что Вообще не ожидал Думал будет Долго адаптироваться Понимаю Принимаю Действительно Щетинин Как к себе домой В основу вошел И точно так же Быстро из нее вышел Вот если бы После того Как с ЦСКА Поставили Щетинина И после этого Он бы еще выходил На замены Регулярно Я бы может быть Тоже подумал о том Чтобы Щетинина Поставить Ну Назвать Но Очень эпизодически Стал выходить Щетинин В последних матчах Вообще Не выходил И Ну как-то Слишком Слишком авансово Было бы Пеняев Погоснов Погоснов Щетинин Погоснов Егор Пеняев Погоснов 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 Пеняев Объективно По вкладу в игры Команды Пеняев Раков Погоснов Погоснов Пеняев Егор Погоснов 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 Пеняев Пеняев Щетинин Как же Мира Лобанцев? Что Мира Лобанцев? Лобанцев 95-го года рождения, он уже давно-давно-давно не в локомотиве, а покоряет казахские, казахстанские степи. Лобанцев мне тоже нравился, хотя надо сказать то, что Лантратов, одногодка Лобанцева, выглядит не в пример сильнее. В свое время, когда Лантратов только приходил, я не очень понимал, зачем нам Лантратов. Казалось то, что есть уже Лобанцев, поэтому зачем нам Лантратов? Поэтому Лантратов пришел, Лантратов ушел и Лантратов снова пришел. Погоснов бесспорно. Погоснов концовку хорошо провел, но помогли травмы конкурентов. Худяков наоборот провел первую половину, в отличие многих здесь не согласен с критикой в его адрес. В условиях осеннего бардака, особенно в обороне, вполне неплохо справлялся. Пеняев не так много матчей провел, ожиданий от него слишком много было, но сыграл не так эффективно, как мог бы. Итого два игрока засветилось в лучший период этого сезона, а Худяков наоборот. Мой голос за Худякова. Почему Митая нет в номинантах? Митая 2003 года рождения. Я себе планку отмерил, что 20 лет это уже сложно называть молодым. Но Митая будет еще в голосовалках, у вас будет еще возможность проголосовать за Митая в других номинациях. Я отмерил 2004 и моложе. Соответственно, моложе 20 лет. Егор Топ, будущее мирового футбола. Я бы Худякова в FM эксцентричность 20 поставил. Раков, Раков. Запеняев давно не видел таких быстрых дриблеров в нашем клубе. Предлагаю Тиму своего кандидата назвать в конце, а то давят своим авторитетом. Я, мне кажется, сначала объявил, что можно голосовать, а потом сказал, кто мой кандидат. Ну, чтобы время каким-то образом занять. Короче, вы тоже проголосовали за Погосного. Здесь мы сошлись. Поэтому отмечаю себе его красным цветом. Пеняев, кстати, в символическую сборную РПЛ вошел по версии Спорт-Экспресса. А об этом даже нигде особо не говорили. Лет 20-25 назад это было вполне себе событие. Ну, Пеняев, мне кажется, что в крыльях Советов Пеняев был ярче, чем в локомотиве. То есть Пеняев в крыльях забивал, обводил. Лучшим дриблером стал именно в крыльях. В локомотиве как-то его подальше от ворот поставили. И да, он ярок, да, на него обращаешь внимание, но... Ну, вы понимаете. Никто из этих молодых не смотрится народным телом в составе. Но нельзя сказать, что они сильнее остальных или дают уникальные качества. К сожалению, разве что рывки Пеняева. Но эффективность низкая, к сожалению. Передача в штрафной, особенно верхом, плохие. Суеты многовато. Погоснов кажется наиболее основной. Мне кажется, вот Максим Боротинский наилучшим образом... Сформулировал то, что я хотел сказать. Что вот именно Погоснов оказал в итоге наибольшее влияние на локомотив. И смотрится вот именно на уровне или лучше своих конкурентов по позиции. Все остальные футболисты не смотрятся лучше конкурентов. Ну, то есть Пеняев, например, не смотрится лучше Исидора. Щетинин не смотрится лучше Карпукаса. Худюков не смотрится лучше Лантратова и так далее. Поэтому вот как-то... Поэтому, наверное, мне Погоснов больше всего запомнился. Давайте к другой номинации перейдем. Хватит нас молодых ребят, по крайней мере. Сейчас. К чему бы перейти? Чему-нибудь максимально далекому от молодых футболистов. Сейчас я себе отмечу, что мы лучшего молодого выбрали. Давайте-ка выберем пару лучшего и худшего тренера. Мне кажется, что это будет очень весело и очень интересно. С лучшим, я думаю, вопросов ни у кого не возникает. В этом сезоне локомотив тренировали 4 человека. Начинали мы сезон с таким, с вашего позволения сказать, тренером, как Марвин Компер. Это, конечно, был тренер, но без тренерской лицензии, без тренерского образования. И по каким причинам Цорн вообще решил, что Марвин Компер может быть главным тренером локомотива, я так и не понял. Я как не понимал это в начале 2022 года, когда вдруг неожиданно все уехали из России, в том числе главный тренер Маркус Гиздаль. И вместо того, чтобы поставить напрашивающиеся варианты, Цорн решил, что идеально будет поставить Компера. Но когда он продолжил гнуть свою линию и летом, это стало прям вообще очень серьезно вызывать удивление. В итоге было плохо. Дошли, по-моему, до 10-го, кажется, места с Компером, или до 11-го. И в начале сентября решили, что Компер все. Компер не справился. Вместо Компера поставили Йозефа Цинбауэра, его помощника якобы, того самого человека, который приехал летом с лицензией ПРО, потому что Компер не имел права тренировать без лицензии ПРО и был тренером де-факто, но не де-юро. И в итоге... И в итоге... Где-то в начале сентября Компера отставили, Цинбауэра поставили. И этот человек, этот страховщик, миллиардер, или, по крайней мере, миллионер. По-моему, вряд ли миллионер, но, короче, склотивший огромное состояние, тренер из Южной Африки, хотя сам он немец, возглавил Локомотив, и даже поначалу, по-моему, в первом своем матче, но могу ошибаться, обыграли Химки с неприличным счетом. Потом не пошло. Потом поражение, 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 и после Цинбауэра, после 0-4 от Сочи, после оттавки Цорна, приходит Нагорных, и первое, что делает Нагорных, это назначает Андрея Федорова. И это примерно такой же шок, как и назначение Марвина Компера, потому что Андрей Федоров имеет лицензию ПРО на нашу голову, и в своем поздушном списке имеет опыт тренировки узбекистанского ташкентского локомотива, с которым, кстати, даже стал чемпионом Узбекистана. Однако всю свою послерубиновскую карьеру, а Андрей Федоров у нас в Рубине под Курбаном Бердыевым учился уму разуму, постигровую карьеру Андрей Федоров работал селекционером, не тренером, не помощником тренера, не, не знаю, там, не каким-нибудь тренером по физподготовке, не тренером вратарей, как Хапов. Он работал селекционером. И вдруг неожиданно, вообще мы не знали, что Андрей Федоров остался в локомотиве, Андрей Федоров уничтожил Казанку, просто в хлам. Она из очень крепкой команды выпускников Академии Локомотива, которые просто даже без тренера, скорее всего, могли бы бороться за пятерку второй лиги. Мы там... Серия была что-то поражение из семи подряд или что-то в этом роде. Вообще не забивали. Одни 0-0 и... Кошмар. Просто кошмар. В итоге поставили Федорова. Как обычно, первый матч выиграли у Торпедо. Потом все проиграли, все, что только можно. В конце в ничью с Уралом на последней секунде автоголом Тикнезян нам подарил надежду. Ну и потом Галактионов. Галактионов пришел весной. Долго мы его ждали. Точнее, он пришел еще в конце осени. Два матча в кубке мы сыграли. Один проиграли Краснодару, один выиграли у пари НН. Потом предсезонка, потом весна. 32 очка в 13 матчах, больше всех забитых. Второе место по количеству пропущенных. И большие надежды на следующее лето. Думаю, что не задавлю вас сильно своим авторитетом, если скажу, что считаю в этом сезоне лучшим тренером Михаила Михайловича Галактионова. Можно сюда еще вставить пятым Мишаткина. Да, но я думаю, что вы в любом случае не будете голосовать за Мишаткина. Просто так его вставлять неохота. Да, Мишаткин тоже большой молодец. Мишаткин, как обычно, шикарно работал с молодежкой. И Мишаткин подготовил для этой команды дохренища футболистов. Никуда от этого мы и не денемся. Но все-таки, да, когда есть Галактионов, здесь уже нету никакого смысла. Да, если вот год назад еще можно было подумать, за кого голосовать, потому что там был Николич, был Гиздаль, был тот же самый Марвин Компер, и можно было еще Мишаткина включать, то сейчас уже есть однозначный лидер. Конечно, я свой голос отдаю за Галактионова. Но это лучший тренер. Это лучший тренер. А вот как быть с худшим? Я не знаю. Как быть с худшим? Они все плохие. Чуть в меньшей степени, чуть в меньшей степени, я готов звание худшего отдавать Ценбауру, потому что Ценбаур толком с Локомотивом не работал. И игроки Локомотива тоже более-менее про Ценбаура выражаются, ну так, более-менее, что, ну, вроде как толковый был мужик, ничего плохого сказать про него не можем, нормальные идеи толкал, но на тот момент Локомотив уже был прям совсем плохим. Когда у тебя, там, не знаю, предсезонку проводят Компер, тебе уже особо ничего не остается с этой командой делать, поэтому ни он, ни Федоров, ни Галактионов уже в конце года не могут поделать с этой командой. Но между Компером и Федоровым у меня прям жесткая борьба, прям жесточайшая борьба, потому что Компер не тренер. Компер не тренер. Я не понимаю, вот, что должно было быть в голове у Цорна, чтобы решить, что Компер это тренер. И никто на тот момент, вот, судя по рассказам, судя по, вот, там, не знаю, Ласькову в этой подкасте у Казанского и Сычева, никто не понимал, как можно было назначить Компера, который не имеет никакого образования, никакой лицензии тренером. Да, вариантов было летом масса. Тот же Галактионов был свободным на то, чтобы его назначить. Были и другие тренеры, можно было того же Цинбаура сразу назначить, хотя бы попробовать. Но нет, мы оставили Компера главным тренером, за ним были все решения, и в итоге оказались мы там, где оказались. Но и Федоров. Федоров, который уничтожил Казанку, и который решил играть по схеме 11-0-0, я такого плохого локомотива, я не видел никогда. При Компере и при Цинбауре были хорошие матчи, за которыми было приятно смотреть. У Компера поначалу все было достаточно весело, много моментов у чужих ворот, у своих ворот. Были победы, по-моему, над Оренбургом, это еще при Компере. У Цинбаура была победа над Химками, и потом Федоров. 1-0 с Торпедо, 1-0 с Химками, причем и там, и там нас нормально возили, и могли забивать, мы чудом отскакивали. Поражение от Спартака, поражение от Динамо, поражение от ЦСКА, и все это вот вообще даже не без попыток сыграть где-то там впереди. Не знаю, я, наверное, проголосую за Федорова, потому что от Компера и ждать ничего не приходится. Компер скорее заложник ситуации, что, ну, типа, меня бы поставили тренировать локомотив, а потом бы какой-нибудь блогер бы на трансляции говорил, что, ой, ежелок, отвратительный тренер, позор. Так я и не тренер, и Компер не тренер. А нахрена было его ставить тренировать? А Федоров все-таки лицензию про имеет, кого-то там тренировал, и в итоге у тебя дают хорошую команду достаточно, а ты настолько ссыкло, что в итоге всех в оборону ставишь. Так что Федоров для меня худший тренер. Пришлось погуглить, как выглядит Компер, Ценбау и Родовиц, чтобы вспомнить, кто из них кто. Так, а почему не было видно? Спасибо огромное за донат. Видимо, Ротенберг все перекрыл. Спасибо огромное за донат. Пришлось, услышал, что пришлось вам гуглить, чтобы вспоминать, кто из них кто. Понимаю вас, понимаю, понимаю. Прекрасный сезон был, прекрасная осень, великолепная. Многие даже и не пытались запоминать, кто из них как выглядит. Пришлось погуглить, как выглядят Компер, Ценбау и Родовиц. Еще был Фадлу Дэвидс, но это был помощник Ценбауэра, который приехал из Южной Африки на два матча. На два матча приехал и уехал обратно. В общем, хорошо себя показал. Давайте ваши видения, ваши комментарии, что вы думаете по поводу того, кто был лучшим, кто был худшим тренером. Помню, как Лобанцев, если не изменять память, вышел против Крыльев в свои 17 лет, сыграл очень ярко. Казалось, вратарь на годы вперед. Два матча провел Лобанцев, после чего приехал Дарьо Крешич, а Лобанцев отправился обратно в молодежную команду. Компер, Компер, вперед. Михалыч дропит все остальные. Компер, Федоров, за что, почему, как могли поставить его. Федоров худший, Галактионов лучший. Го, Федорова выбирать. Однозначно, худший Федоров. Спасибо ему за Казанку. Но Казанка была в предыдущем сезоне. В этом сезоне Казанки не было как факта. Еще ведь Хапов был. В этом сезоне Хапова не было. Вы путаете с окончанием предыдущего сезона, когда Хапова поставили на окончание, собственно, прошлого сезона. Назначение Федорова гораздо более непонятнее назначение немцев, хотя они тоже бредовые. Ценбаур лучший, с ним гифки клевые были. Ну да, мы гифки смотрели вот эти вот. Или как он? Федоров с отрывом худший. С немцами хоть весело играли, а с этим товарищем была такая чернота. Худший тренер Федоров, на мой взгляд, у Компер, несмотря на очевидные проблемы, были какие-то идеи и попытки сделать что-то интересное. Футбол Федорова абсолютно болевотный. Кемпер-шмемпер. Кемпер-шмемпер. Спасибо огромное за донаты. Ваши голоса принимаются. В донатах тоже. Компер лучший, Ценбаур худший. Федоров от него было больше вреда, чем даже от Компера. Где-нибудь уборщица уже руководила клубом. Для меня все как один. Все было плюс-минус одинаково. Отдам свой голос за Компер. Мишаткин ван лав. Галактионов изменился с зимы. Помнишь, какие эксперименты были? Ну, он знакомился с командой. Мне кажется, что этим летом нас ждет продолжение экспериментов. Я так более-менее в ролике про торпеды это вкратчиво сказал о том, что, мол, хотел весной Галактионов сделать 4-3-3, но не получалось. Времени было мало. И он к 4-2-3-1 пришел. И по 4-2-3-1 мы дальше уже играли. Возможно, этим летом он вернется к 4-3-3. Снова будут эксперименты. Получит себе Коваленко третьего центрального полузащитника, потому что с этим главные, наверное, проблемы были у Локомотива, что не было центрального полузащитника, который бы хорошо придумывал, хорошо играл в атаке, хорошо играл в обороне, потому что Баринова не получалось, у Карпукаса не получалось, а про Мардешвили, Куликова и остальных вообще молчу. Почему Федоров, а не Мишаткин осенью? Я не знаю, ребят, я не знаю, я не понимаю этого назначения. И мне кажется, что, ну вот даже если бы Нагорных, ну, ладно, Мишаткина, но если бы вместо Федоров он хотя бы Ласькова поставил, хотя бы Пашинина поставил, все равно было бы ну гораздо лучше, чем играть с Федоровым в этот блевотный футбол. И даже если бы маячков столько же набрали, но хотя бы не играли в блевотный футбол, я бы уже не так бомбил по этому поводу. Худший тренер я, Фадлу Рагман. Федоров, ладно, согласен, Гала лучший, Федоров худший. Цорн, Цорн вообще не был тренером. Наверное, Федоров, ведь он не в системе Лока больше. Надеюсь, он не в системе Лока больше. Он в системе, он вернулся к селекционерской работе, продолжает смотреть на игроков, но, насколько я понимаю, сейчас в основном на молодежь, поэтому он постоянно на матчах молодежной команды присутствует и на ЮФЛКе. Лучший Галактенов, худший Федоров. Федоров худший, Галактенов лучший. Худший, очевидно, Федоров пришел и вообще запретил играть в футбол. Кемпер. Федоров худший, при немце хоть весело было. Локомотив Федорова худшее дерьмо, которое я видел в красно-зеленой форме. Миша Федотов за Кемпера. Федоров пришел, сразу торпеда хлопнул, что забыли. С Федоровым было скучно, но он хотя бы похож на Орка из Властелина Колец. Кемпер бесил матчами, а потом добивал пресс-конференциями, так что за него. Кемпер все-таки весну неплохо провел, мог хуже, так что Федоров, который хорошо не работал нигде. Гифки с Федоровым до сих пор юзать хочется. Кто говорил про Ценбауру хорошо? Кемпера хвалили. Нет, Кемпера как раз не хвалили, а вот про Ценбауру и Барра говорил точно совершенно про Ценбауру, что он нормальный тренер в отличие от предыдущего. И, блин, по-моему, Карпукас в одном из, вот в интервью сказал о том, что Ценбауру вроде был нормальным мужиком, но могу ошибаться. Точно кто-то еще говорил, кроме Бары. Про Кемпера вообще никто ни одного положительного слова не сказал. Была уже номинация Ротенберг года? Нет, номинации Ротенберга года не было. А что вы под ней подразумеваете? Ротенберг года. Можем ввести, если вы скажете. Ротенберг года лучший запасной. Можем вот так вот сделать. Перепутал Кемпера с Ценбауруем. У Кемпера как будто были. 12 дней в клубе, 1 сторис в перерыве и 5 лямов неустойки. Какие варианты еще могут быть? У Кемпера были идеи, и у Йози все раздражало. Ценбауру. Я был бы рад посмотреть на Тима в штабе на должности аналитика-советчика. Редко встречаю людей, от которых интересно слушать о цифрах матча и статистике. Если Давидз, то и Лося можно с Пашининым. Нет, Давидз не включаем. Это помощник тренера. Там ничего не было. Обожаю интервьюхи Давидз, который очень комплементарно высказывает с пролога, что это чуть ли не лучший опыт его в жизни. Да, это смешные были интервьюшки. Федоров худший, Галактенов лучше. Ну, пока вы со мной полностью соглашаетесь. Даже не знаю, с чем это связано. По поводу гуглить. Жирный плюс. Слава богу, визуально их подзабыл. Федорова по совокупности можно было бы выбрать между немцами. Сложно выбрать. С лучшим невозможно не согласиться. Федорова отчасти оправдывает татус временщика. Плюс все было развалено до него. Какая же у нас клунада была ужас. У Мородишвири что-то с набранной формой. Ну, вовремя ты про Мородишвири вспомнил. Под нашу группу атаки как-то мне кажется 4-3. А, вы про 4-3-3. Сейчас играем в игру вспомни всех сомнительных игроков, которые играли за лок, а через 5 лет будем играть в игру вспомни всех сомнительных тренеров. Я уверен, что через 2 года никто не вспомнит фамилию Цинбаура. Ее и сейчас-то никто не вспоминает, кроме заядлых психов. Как страшный сон забудет и Цинбаура, и Компер, и Фадлу Дэвидса. Щетинина к Баре и Пуксу не лучше будет в 4-3-3, нежели Коваленко. Это все 3 крайне защищающихся игрока. Вот в чем проблема. В 4-3-3 у тебя должен быть один защищающийся и два ну, таких вот игрока, которые могут вести игру, диктовать игру. У нас и Бара больше про то, чтобы выдрать мяч, защититься, и Карпукас больше про то, чтобы выдрать мяч. Они могут, конечно, сделать передачу вперед, но вот именно вести игру, диктовать игру у них не получается. Поэтому и не получалось у нас в 4-3-3 играть. Мы выходили, и мы просто проигрывали центр поля, у нас мяча не было. Кто-то запустил слух, что мы интересуемся Бакаем, возможно, в обмен на Антона. Как вы относитесь к этому? Мы с этого начали стрим, я отнесусь к этому, отнесусь, отнесусь, отношусь, к этому крайне отрицательно. Мне не нравится Бакаев. Я считаю, что для 25-летнего футболиста у Бакаева слишком мало заслуг. Играл стабильно, играл хорошо, буквально полтора года своей жизни. Это маловато для 25-летнего парня. Ротенберг годы. Один номинант, один победитель. Футболисты просто забыли, как выглядит профессиональный тренер, поэтому и были за Цинбаура. Коваленко сможет, мало видел его в игре. Мне кажется, что Коваленко гораздо более к такой игре приспособлен, но он еще очень молодой, поэтому, опять же, молодых футболистов тяжело воспринимать и тяжело говорить о том, что да, 100% он сможет. Все. С тренерами разобрались. Худший. Федоров. Разделились ваши голоса. Я думаю, что будь Компер и Цинбаур одним человеком, то, конечно, они составили бы достойную конкуренцию Федорову, но так как они все-таки не один человек, а два разных, и кандидат спойлер, немецкий кандидат спойлер Цинбаур отхватил часть голосов Компера, и Федоров в итоге побеждает название худшего тренера локомотива в сезоне 2022-2023. Давайте от неприятных эмоций давайте перейдем к чему-нибудь хайповому. Давайте такую номинацию, как событие сезона. И в данном случае вы можете предлагать свои собственные варианты, можете придумывать вообще все, что угодно, все, что вот вы посчитаете и сформулируете как событие сезона. Я для себя определил следующие, следующие важные события этого сезона, за которые в целом можно было бы проголосовать. Давайте начнем, наверное, с наименее важного, но такого достаточно громкого события. Это завершившегося реконструкции баковки. Это было прямо в самом начале сезона. Летом ее открыли, красочно представили. Хорошая баковка, хорошо в ней тренироваться, заниматься. об этом говорят все игроки, что стало гораздо приятнее, об этом говорило нам руководство, иностранцы говорят, что условия просто идеальные. У локомотива теперь есть классная собственная база, и давайте отметим это. Безусловно, безусловно, одно из главных событий этого сезона это было поражение от Сочи 0-4, последующий уход Цорна и Александра Плутника. Мы редко называем эту фамилию, мы говорим в основном про Томаса Цорна, но безусловно, спасибо большое за фолу, Джек Торншоу, безусловно, очень важно говорить о том, что Плутник также покинул команду, потому что есть, например, очень много разных мнений, например, о том, что Цорн был не одинок в своих решениях, и что какие-то решения, которые нам очень сильно не нравились, они спускались именно сверху, именно от Александра Плутника шли, и там, где Цорн мог бы пригласить Галактионова, Плутник говорил, нет, никаких российских тренеров, будем продолжать немецкий вектор. Насколько это слухи, я понятия не имею, но важный фактор, то, что именно Плутник был инициатором вообще всей этой немецкой затеей, и, соответственно, именно с уходом Плутника, с приходом Нагорных, мы резко поменяли вектор с иностранцев молодых талантливых на россиян молодых талантливых, поэтому события сезона это уход Цорна и Плутника после Сочи и назначение Юрия Нагорных. Давайте дальше, по хронологии. между назначением Нагорных и назначением Галактионова прошло некоторое количество времени, и я очень хочу разделить вот эти две вещи, назначение Нагорных как руководителя клуба и назначение Галактионова, потому что Нагорных это более широкая фигура, больше всяких полномочий, приход Нагорных это и приход Галактионова и приход Дзюба и приход Пеняева, но и при этом приход Конти, какая-то достаточно невнятная медиаполитика и все в общем в этом духе. Соответственно у меня будет еще две вещи, которые фактически являются под Нагорных лиховскими вещами, но при этом хочу их рассмотреть отдельно. Приход Галактионова. Галактионов доработал половину сезона с парей НН, сказал, что не будет их покидать до окончания первой части чемпионата, покинул только тогда, пришел в локомотив и перестроил практически все, что только можно в тренировочном процессе, провел сборы, после которых все говорили, что таких тяжелых сборок в их жизни еще не было. Это в моем бинго год назад я хотел, чтобы были самые тяжелые сборы в жизни людей, а в итоге оказалось, что эти сборы самые легкие в жизни этих самых игроков. Вот. И, собственно, можно ли, если вы хотите, можно связывать приход Галактионова как главное событие в жизни клуба. Не менее важным, не менее, не менее важным является подписание Артема Дзюбы, которое прошло на флажке, прямо вот на самом флажочке решили мы, что все-таки мы не хотим входить в сезон с Иваном Игнатьевым, и нам точно нужен нападающий. Я знаю, что нападающего искали всю зиму, и в итоге никого не нашли, и решили, что, блин, ну, никого не нашли, ну, давайте подпишем Артему Дзюбу. Подписали Артему Дзюбу, 13 матчей, 8 плюс 5, душа команды, душа компании, ходят на все шоу, безусловно, медийку локомотива Дзюба повышает невероятным образом, теперь очень много стало упоминаний локомотива во всевозможных ютуб-шоу, во всевозможных телевизионных шоу, приглашают Дзюбу на всевозможные церемонии награждения, короче, Дзюба это ярчайший футболист России, и кроме этой яркости у него еще, оказывается, есть хорошее умение играть в футбол, и, ну, отчасти, да, безусловно, приход, я думаю, что без Дзюбы, ну, ни о каких 32 очках, мы даже мечтать не могли бы, конечно, мы бы не вылетели, даже без Дзюбы, мы бы не, ну, я не допускаю варианта, при котором локомотив набрал бы меньше, там, 15 очков, и боролся бы за выживание, нет, я думаю, что у локомотива все было бы нормально в любом случае, но Дзюба сделал так, что локомотив набрал 32 очка, и это лучший результат за всю весну, ну, и как итог, события сезона, мне кажется, что это тоже очень важно, что события сезона, это двойное такое событие, это то, что локомотив был в зоне вылета, и то, что локомотив в итоге занял восьмое место, да, то есть места локомотива в турнирной таблице, итоговая восьмая верхняя половина, и промежуточная 14, потому что, ну, все обсуждали это, ну, локомотив обсуждали по большей части в контексте именно места, которое локомотив занимал в турнирной таблице, поэтому мне кажется, что это можно считать событием сезона, это то, как локомотив сначала упал, а потом резко поднялся, вот, мои номинанты такие, давайте свое итоговое мнение я скажу потом, теперь можете сами решать, что вы считаете событием сезона для локомотива, спасибо, кстати, Екатерина Прозорова за очередной фолу, спасибо огромное всем, кто фоловец, Карпукас умеет в темп передачи раздавать под конец сезона и штрафной тусовался, это же идеальный полузащитник в 4-3-3, но, да, но, как главный в 4-3-3, у нас нету главного, то есть, и Бара может быть помощником в 4-3-3, и Карпукас может быть помощником в 4-3-3, но, там рядом должен быть главный, там должен быть некий Дмитрий Ласьков, который будет просто вот дирижировать всем, потому что 4-3-3, центр полузащиты, это вот краеугольный камень, у нас такого, к сожалению, нету, не оказалось, может быть, Крыховик бы, да, какой-нибудь смог бы нам 4-3-3 помочь выстроить, Ману Фернандеш, идеальный, вот просто пример, Ману Фернандеш, человек, который вот, вокруг которого можно строить 4-3-3, 2 победы над Торпедо, принимается, приход Нагорных, уход Цорна, трансфер Артема Дзюбы, Илья ФКЛМ, назначение Галактионова, Вики и Заши, трансфер Дзюбы, Паша, победа над Краснодаром, и мы бы уверены, по-настоящему в Галактионова после этого, уход немцев, интервью Нагорных Казакову, весенняя перезагрузка, контракт с Зверд, травмы Фасона и Рефата, увольнение Цорна, Галактионов Дзюбы, наверное, в таком порядке, смена руководства, переход к новой стратегии, подписание Дзюбы, Глушенкова, Пеняева, смена вектора трансферов, исход Легов, заход Россиян, выступление Дэд Блонди, а в минус чехарда тренерской травмы, разобранный Миранчук, Мардешили, подписание Пеняева после стольких проблем, подписание Дзюбы, он притянул новых болельщиков и внес дух борьбы, приход Никиты Нагорного на матч, а у Джевоглядова приход Дзюбы, только локомотив никак это не использует вот же ж. Ну, да, надо сказать, что медийка локомотива от Дзюбы вообще никак не прокачивается, то есть вот, ну, пока, по крайней мере, вообще никак. События сезона 2, считает Протегас. Первое, приглашение Галактионова, но второе, подписание Лантратова, с уходом Гильермина, лавку под Худяковым, а в дальнейшем, с учетом его травм, в воротах и в обороне, царил хаос, а теперь урвали лучшего кипера РПЛ на несколько лет вперед, причем тому же Зениту нужен был кипер, а мы их опередили. Мы их не опередили. Зенит умудрился два межсезонья подряд обосраться с подписанием Лантратова. Лантратов был уже одной ногой в Санкт-Петербурге, он даже приезжал в Петербург, и они, что-то там у них не срослось, и они в итоге решили подписывать своих воспитанников. И это было два межсезонья, Лантратов не оказался в Зените, оказался в Локомотиве. Принимается. Главное событие это 7-часовое интервью с Бодровым. Протекает, как Боженька смолвил. Пожалуй, приход Галактионова пока выглядит очень многообещающим, не только из-за результата, но и из-за системный подход. Приход Дзюба, приход Галактионова, Дзюба, Галактионов, уход немцев. Возвращаем Галанина под 4-3-3. Ну, тоже неплохо. Трансфер Глушенкова лучший трансфер по мне за последние годы. Лассану Диарабы в центр. Нужен управляющий атаки, если только Миранчука оживят. В целом, вместо в таблице приход Дзюба, приход Галактионова это так или иначе следствие прихода Нагорных. Проголосую за это. Разрываюсь между приходом Нагорных Михалыча и приходом Дзюбы, но без Нагорных не было бы новой стратегии Михалыча и Дзюбы. Так что Нагорных. Чистяков приход Дзюбы. Многие вспоминали зимой победную серию ЦСКА, когда они с середины рванули наверх и мечтали, а может ли Лока так же и не верили в такое. Как видим, почти так и получилось. Жаль уж, очень низко были. Но тут чё вспоминать серию ЦСКА, когда у Локомотива была серия из 13 побед подряд одной ничьи и одного поражения. У нас сейчас даже ну чуть-чуть буквально похуже, потому что у нас две ничьи и одно поражение, но зато у нас и побед больше. Именно в чемпионате. Все перечисленные события в среднем равнозначны, поэтому назову свое, которое важно для перспективы команды. Возвращение фасона. Слишком хрустой футболист слишком много может дать команды. Я за уход плутника Цорной назначение Нагорных, так как все остальное вытекающее из этого. Никита Тепляков. Назначение Галактионова трансферная политика. Будь во главе клуба кто-то другой, весна могла быть грустной. Навес Дзюбы на Пеняева, подкат Кузьмичева поднинах и возвращение Сидора. Дзюба изменил Менталку, подшибяки на очередная смена Вектора. Лантратов там на какого-то болбоя накричал в матчах стыков, поэтому Зенит в последний момент отказался от подписания контракта. Ну, что там конкретно было, мы не узнаем. Там, ну, вряд ли только болбой. Но сомнения у Зенита по Лантратову были, иначе бы, конечно, они бы насыпали ему контракт, конечно бы они его подписали. А так, они что-то Ира Подшибякина единственное светлое петло в медиаклубе. Но у вас будет отдельная номинация под это, поэтому Подшибякину можете приберечь. Короче, по вашим, по вашим сообщениям, неожиданно для меня вы проголосовали за приход Артема Дзюбы, потому что много достаточно было за Нагорных Плутника, да, смена Нагорных и Плутника. Много было достаточно за Галактионова, но примерно на каждого Галактионова, на каждого Нагорного приходилось один голос за Артема Дзюбу. Принимается, прекрасно понимаю, действительно, это очень важное событие для футбольного клуба Локомотив. Так, где мы? События сезона вы проголосовали за подписание Дзюбы? Я же все-таки, конечно, ну, более глобально буду смотреть на вещи, для меня все-таки важнее событие, чем уход Цорн и Плутника и прихода Нагорных, нету, потому что, да, мы сейчас пребываем в хорошем настроении, мы прекрасно провели весну, мы сейчас думаем втихаря о том, как мы будем бороться за чемпионство в следующем сезоне, но я думаю, что приход Нагорных это реально очень долгоиграющее и не только в плюс история, поэтому мы еще много раз вспомним о том, как в свое время вместо Плутника пришел Нагорных и в плане в плюс, и в плане минус, и в плане просто того, насколько сильно это повлияло на весь локомотив, что, как это все сильно локомотив преобразовало, так что я лично за смену власти, уход Цорна и Плутника и назначение Нагорных соответственно команды спортивный директор Ульянов, соответственно ушки Павла Андреева из всего этого торчат, думаю, что это все еще не раз нам аукнется, ну и в хорошем плане, да, еще раз говорю, что это я не в негативе говорю, просто, что это будет очень сильно влиять на футбольный клуб, давайте от чего-то судьбоносного к чему-то ну легкому, не такому важному и на самом деле ну достаточно халтурному с моей стороны, потому что хочется поговорить про лучшее официальное видео, но не какое-то конкретное, наверное, видео, да, ну, про ну, эту номинацию вы придумали, поэтому я решил немножечко ее углубить, и давайте подумаем, я у вас спрошу, какой контент на официальном канале футбольного клуба Локомотив вам нравится больше всего, и, соответственно, такие у меня варианты, это, давайте даже открою, наверное, покажу вам в канал футбольного клуба Локомотив, и на этом канале мы с вами видим примерно следующие типы видео, локолайвы, локолайвов было много, все локолайвы примерно похожи друг на друга, да, можем спокойно включить, посмотреть, и в этом локолайве будут бэкстейжи, будут какие-то такие съемки из раздевалки, ну, короче, вот такие, не очень информативные, но в какой-то мере атмосферные ролики, касающиеся блин, расширил на свою голову, короче, буду вот так показывать, локолайвы, было много, после каждого матча делали, каждая команда и Шлыкина, и в дальнейшем все было примерно одинаково, я думаю, что занималась в итоге одна более-менее команда, далее, было в последнее особенно время очень много всевозможных интервью, да, что ж такое, как же мне так все это разместить, чтобы мы не видели лишнего, ну, например, да, там, Дмитрий Баринов интервью, переподписал контракт и с ним сняли короткое двухминутное интервью, Артем Дзюба переподписали контракт, сняли интервью, домашний матч, там, Раков рад первому результативному действию, короче, вот такие вот интервьюшки, может быть, вам они нравятся, их в последнее время, действительно, вот если посмотрите, стало довольно много, Карпукас, Марио Митай, Вадим Раков, Рифа Джамалединов, тут, кстати, интервью вообще на 15 минут, Вильсон и Сидор, Илья Лантратов, Франсуа Камано, так что есть, распаковка карточек по Нине, гениально, жалко, не продолжили, безусловно, безусловно, открытие этого сезона, это Ирина Почебякина, мало кто знал вообще о существовании Ирины Почебякиной, это защитник женского футбольного клуба Локомотив, и вдруг, неожиданно, она решила, ну, не она решила, возможно, Ольга Сучкова решила, что Почебякина хорошо годится на роль коммент-биги Леши Хрущева, только Локомотивского, и она начала делать такие неформальные ролики, кушать еду перед паровозом, кормить оператора, разговаривать с болельщиками, выводить их на какие-то смешные фразочки, понятное дело, что это идет от клуба, поэтому и, например, рубрика «Смотрим футбол, свип-мест» тоже имеет место, но такие вот ролики, посмотрим, во что все это выльется, но это был прям глоток свежего воздуха. Так, у нас еще был обзор баковки, обзор баковки, и он был двойной, тоже Ирина Почебякина, только уже не с матчей, да, а обзор непосредственно баковки, с интервьюшками, с заходами в различные кабинеты, с приготовлением окрошки, и был обзор баковки, давайте я его так найду, большой обзор обновленной базы на 37 минут, с другим ведущим, не с Подшебякиной, тоже по всем зданиям прошлись. И были еще эфиры, но я не знаю, смогу ли я их сейчас найти. Эти эфиры закончились вместе с последним матчем чемпионата прошлого. Давайте попробую найти, если загрузится. Так, 7 месяцев назад, Local Live, подготовка, или они во Вконтакте были, их здесь не было, может быть. Блин, тогда я не найду вам их здесь, но, короче, просто помните, что были еще предматчевые студии вместе с Сергеем Кашниковым, с его коллегой, забыл, как фамилия, может быть, кому-то они понравились. Для меня, конечно, самое яркое пятно это матчевые ролики Ирины Подшебякиной, потому что их я стал смотреть. Local Live и все остальное я смотрю исключительно для создания контента. Все остальное, Ирину Подшебякину я смотрю именно потому, что это интересно. На вкладке трансляции, а, точно, вот, вот, есть, есть трансляции, оказывается, они не попадают в вкладку видео, но, вот, студия на всех парах, где они занимались всякой дребеденью. Юлия Зиверт пришла к ним, они там всякие конкурсы делали, модный приговор. Ребята делали весело, но концепцию и для кого это делается, я, честно говоря, так и не понял, хотя 3,8 тысяч просмотра было уже, в общем-то, неплохо. Не сказать, что ролики Локомотива набирают сильно больше, хотя под конец, видимо, уже людям стало не совсем интересно смотреть видео, 1800, 1900, 2300, поначалу 5200, 4700, 3500, 4200, 4400, 33800, поначалу было куда не шло, потому что сказать, что в тот период ролики набирали сильно больше, не могу. тренировка, 1800, welcome to Loco, 2200, 2300, 6500, ладно, 4800, Марио Митой, 2300, Ценбаур, 3800, 1700, 2300, короче, все, забейте. Что вы думаете? Еще можно выделить ставку на русских в основном молодых игроков, если считать Тикнезиана нашим, то спеда из легионеров в старте играл только один Митай. Тут точно Ира, первый обзор Баковки, представление Дзюбы, ну и Лока Лаевы, Подшибякина золотце, Лока Лаевы прекрасны, Подшибякина на третий раз надоело. Такое мнение. Извините, перелистал. 100% лучшее видео это подписание Лантратова, ролик про Новый год. Да, там было прикольное видео с пасхалочками, с отсылочками. Сначала подписали Пеняева-Глушенкова, а потом показали, что Лантратов там развешивал как Дед Мороз подарки на елку. Это было интересно и необычно для Локомотива. Из серийных Лока Лайк, если нужно одно выбрать, то новогодний ролик с трансферами. Это, ну как бы, подписание игроков это тоже серийные ролики, да, можно сказать, что, ну например, было замечательное видео с Дзюбой и Смольниковым, неужели не понравилось? Для меня лично весь контент с игры, сырые подписания Дзюбы и зимние, и переподписание, переподписание с Барри, и последнее, что запомнилось, это вопросы со сборов, типа, посоветуйте фильм, вопросы по еде. Но это было прям даже не какой-то отдельный ролик, да, это прям начало тренировки. Мне тоже понравилось, но очень быстро закончилось. Но здорово, что вспомнили. Ирочка, светлое пятно, в отвратительной работе медиа-клуба. Это отвратительно. Медиа вообще деградирует с ухода команды Брейду. Одна под шебякина радует, но и то в какой-то мере на фоне остального днища. Как же больно слышать цифры уровня 3-4 тысячи. Это же большой клуб, блин. Ну, надоело людям смотреть, следить за локомотивом. Меня, мои ролики больше 4 тысяч так и не набирают. Даже с Дзюбой. Дзюба разовый всплеск и все на этом. Голосую за победные Лока Лайвы. Представление новичков было отличное. Новогодняя сказка. А если глобально не отдельное видео, то под шебякина. Если убирать что-то одно, то Лока Лайв на под шебякина, конечно, тоже топ. Под шебякина лучше. Ну, кстати, у вас прям очень сильно мнения разошлись, потому что есть любители Лока Лайвов, есть любители под шебякины, есть любители видео с подписанием игроков. То есть вам они понравились. Я, кроме вот этого ролика с Лантратовым, честно говоря, скажу, что мне отвратить, ну, прям вообще очень сильно не заходят ролики с подписанием игроков. Я об этом тоже много раз говорил, что, по-моему, вся эта вот история с какими-то попытками в креатив при подписании футболистов, она уже немножечко прям, ну, сильно кринжатиной отдает. Ничего другого, да, ты особо не придумаешь. Ну, мячик попинали, какое-нибудь интервью дали и все на этом. Это нормально, но это не вызывает никакого восторга. Хотя ролик с Конти действительно был смешной. Вот. Для меня, Ирина Подшебякина, для вас, ну, довольно большой разброс, надо сказать. Я, честно, не ожидал, что у вас будет такой большой разброс. Я для себя отмечаю Подшебякину, а вы... А вы проголосовали за это, за Локлайвы и за новичков. Про подписание игроков самое крутое было при Геркусе с Ребусами. Ну, там прям вся работа была крутой, да, там работа в социальных сетях, там и пост-продакшн, пост-подписание игроков. В общем, готовили целый день и даже после этого несколько дней работали с игроками. Потом мы решили, что не надо вообще с игроками общаться и никаких новичков не представляли. Но вот сейчас уже хотя бы в каком-то виде это делается. Дай бог, чтобы и дальше это было. Так, мы прошли раз, два, три, четыре, пять. Пять номинаций из-за восемнадцати. Устали? Сразу видно лентяй. Не только Слусью не занимался, даже читать про эти ролики не хочет. Я не помню этих роликов, честно, вообще не помню. не занимался и даже я не помню. Можно бы внеси номинацию разочарования сезона и удивление. Давайте разочарование сезона. Номинация разочарования сезона по запросу Москвамарин Бани, который никак не хочет себя переименовать во что-нибудь, что можно читать более-менее спокойно. Разочарование сезона. Ах, любимая рубрика? Золотой Эртенберг затевался ради именно таких рубрик. Стрим до утра? Да нет, на самом деле не до утра. Довольно скоро уже закончим. Я думаю, еще примерно столько же посидим и все номинации закончатся. Но разочарование сезона это прям дэээ. Погнали! Мой топ разочарований сезона. Томас Цорн. Я действительно, по предыдущему, по 2022 году, по 2021 точнее году, ожидал довольно многого от немецкой всей этой братьи и от Томаса Цорна в частности. Потому что были хорошие игроки, была хорошая идея, были хорошие начинания. Но то, что творил Томас Цорн, начиная с лета 2022 года, для меня не поддается. Просто ну никакому объяснению. Человек сам лично своими руками себя закопал по макушку. И зачем он это сделал, я не понимаю. И дело здесь не только в компере, которому мы уже косточки перемыли, но и например подписание Игнатьева на место Яна Кухты. Ну при всем уважении к Игнатьеву, где Игнатьев, а где Ян Кухта. Ну никак Игнатьев Яна Кухту ну не способен заменить. И Компер должен был понимать, что Ян Кухта может уйти. Ну должен был он понимать, что Чех, призываемый в сборную Чехи, может уйти из локомотива. И поэтому должен был придумать, как это все устроить, чтобы прошло безболезненно. Подписали Игнатьева и все на этом. Потом в сентябре решили подписать Чупидриньо, который не является нападающим, а еще одним крайним нападающим, который нам по большому счету особо и не нужен был. Окей. Потом мы продали Беку и вроде все хорошо и Цорн говорит о том, что нам нужно подписать игрока в центр поля, потому что проседаем и два месяца никого не подписывает, а потом подписывает Ивана Кузьмичева в центр обороны. хотя нам не нужен был игрок в центр обороны. Мы подписали Кузьмичева и что теперь с ним делать тоже не очень понятно. Огромное разочарование и потом вот это уже тренерские дела, когда он не может переступить через себя и взять российского тренера и то, что не мог выходить в прессу и объяснять свои решения, чтобы ну как-то негатив сглаживать. Все это вместе огромнейшее разочарование от работы Томаса Цорна именно на контрасте того, что ожидалось, что ну просто продолжай работу там Корнетки, Рангника, просто подписывай хороших молодых футболистов, просто дай команде играть. Второе разочарование сезона, громаднейшее разочарование лично для меня это 45-я минута матча Локомотив Ростов и травма Лукаса Фасона. Я возлагал огромнейшие надежды на Лукаса, мне безумно понравилось, как он играл в товарищском матче с Динамо, как он играл с Пари НН, как он играл в первом тайме с Ростовом и я связывал прям сильно большое будущее Локомотива с Лукасом Фасоном, я считал Фасона сильнейшим защитником в России, сейчас после крестов посмотрим, конечно, но на тот момент считал, что сильнее Фасона в России защитника нет. Травма крестообразной связки и это настолько сильно Локомотив подкосило, что я думаю, что вот много можно говорить про Цорна, много можно говорить про немцев, но останется у нас хотя бы Фасон, конечно, не было никакой борьбы за выживание. Я не говорю о том, что если бы Цорн купил бы, подписал бы Артема Дзюбу, если бы Цорн подписал бы вратаря, нанял бы тренера, но даже просто останься Фасон в команде, да, это были бы не очень высокие места, конечно, мы бы не боролись за чемпионство останься Фасон, но то, что это не была бы борьба за выживание, здесь я, ну, уверен на 99%, что у меня с носом, почему он чесаться начал. Третий момент разочарования сезона, это уход кухты, тоже зимой, прошлой зимой, очень сильно радовался подписанием, подписанию, кухты, потому что наконец-то мы вместо Федора Смолова получили нормального нападающего, мне очень нравилось, как кухта играет, мне очень нравилось, что теперь у нас есть прессингующий форвард, который напрягает, который играет в створе ворот, который может сыграть в подыгрыше, и уход кухты стал большим разочарованием лично для меня, потому что казалось, что этот парень с нами останется, вроде он не ушел сразу, когда мог, соответственно, казалось, что ну вот, давай-ка играй дальше, у тебя все хорошо, тебя здесь все любят, но он ушел, и это тоже стало огромным проблемой, огромной проблемой для локомотива. Следующее разочарование для меня это назначение Андрея Федорова, когда ушел ЦОРН, я думал, что ну вот теперь-то, ну все, вот сумасшедший ушел, теперь-то Нагорных возьмет и поставит кого-то, кто будет адекватно управлять командой, и когда они поставили, ну, человека, уничтожившего казанку, я не побоюсь этих слов, потому что Федоров принял казанку, ну, не самого выдающегося тренера Ильшата Файзулина, но эта казанка была на ходу, эта казанка играла в футбол, эта казанка показывала футбол, который можно смотреть. Конечно, не боролась за чемпионство в ФНЛ 2, но, тем не менее, там какие-то матчи очень хорошо удавались, какие-то матчи не очень хорошо удавались. Пришел Федоров, казанка просто, ну, стала лютейшим говном смотреть на матчи казанки, стала работой, вот реально работой, тяжелой, страдания, боль, но я смотрел, и потом этого человека назначают уже не в казанку, которую, ладно, пофигу более-менее, а в локомотив, и не изменилось вообще ничего, только болью и страданиями, работой по просмотру футбола стали матчи локомотива. Для меня это было невероятное разочарование, потому что вариантов, кого можно назначить, лично мне кажется, что у Нагорных было довольно много, даже если ты не хочешь назначать кого-то со стороны, даже если не удалось договориться с Галактионовым, ну, есть Мишаткин, есть Пашинин, есть Ласьков, есть Хапов, который уже руководил командой и, соответственно, мог это делать, а назначают Федорова, который это было ужасно, для меня прям жесткое зачарование. Ну и самое, наверное, общее и самое большое разочарование это итоговые результаты после 17 туров. После осенней части перед чемпионатом мира локомотив оказался на 14 строчке, ниже нас только Торпеды и Химки, прямой вылет и 13 очков по итогам 17 туров, ну, а таком, наверное, вообще даже в худших своих страданиях и представить нельзя было в худших кошмарах. Безусловно, результат первой части сезона это какая-то прям лютейшая катастрофа, лютейшее разочарование, именно, опять же, на контрасте с тем, что перед сезоном ты думаешь о том, что так вот хороший состав, так более-менее неплохая игра была весной, вот сейчас еще немножечко добавим, вот здесь вот подправим, вот появился фасон, будем бороться за чемпионство, а потом бац, 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 поражение, поражение, крупное поражение, поражение, ничья, поражение и и в итоге итоговое 14 место, которое не исправили ни замены тренера Цорна, ни замена плутника на Нагорных, ничего это не исправило, только вот весной уже начали более-менее, не более-менее хорошо играть в футбол. Фух, это моя пятерка разочарования сезона 2022-2023. Что думаете вы по этому поводу? Марадишвили, 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 разочарование худяков, ну честно, прямо больно. Разочарование сезона, немецкая стратегия, ее исполнение Цорном. Вторые кресты Маги, кстати, да, безусловно, вторые кресты Макеева, это, ну, я понимаю, почему мне не пришло в голову это разочарование, потому что, ну, честно, больших надежд на Станислава Макеева я не возлагаю, но грусть сезона, да, там, боль сезона, если бы была такая номинация, то вторые кресты Маги в нее бы вошли, потому что, но Мага это человек, футболист Локомотива, к которому я очень тепло отношусь, он очень приятный парень, на него всегда приятно смотреть в видосах, и такое испытание, но он не заслужил, и это действительно боль и грусть сезона, то, что он второй раз практически подряд порвался и вылетел на год, это прям, прям, даже сейчас слезы наворачиваются, форма Миранчука, разочарование, итоговое место, ладно, хоть с Галактионовым не вылетели, а ведь могли, разочарование сезона, Мрадишвили и Миранчук, Цорн, вылет от сраного Акрона из кубки, из кубка в нечетный год, к сожалению, разочаровал Антон, от него ожидаешь многого, в этом году я понимаю, что у него пополнение в семье, но так нельзя, первая часть сезона, второй подряд просчет с дисквалификациями, на этот счет, на этот случай он еще в апреле Раканьяц подписал, кошмарно, в меньшей степени Антон Худи от Раканьяц ожидал большего, Костя Морадишвили разочарование, по информации РБ Спорт, Данил Куликов может перейти в крылья советов, я вам предсказывал, что, когда вот вы меня спрашивали, где может заиграть Данил Куликов, я вам говорил о том, что Даня Куликов с его умениями это готовый игрок для крыльев советов, для Осенькина, вот Осенькин 100% найдет применение Даня, разочарование сезона, назначение тренеров при ЦОРНе, трансфер еще куда не шло, всегда бывает неудача, но логика более-менее есть, с тренерами вообще беда, ноль логики, по мне так именно из-за отсутствия тренера осень была провалена, как разочарование может быть Фасон, не сам же он себе по колену двинул, травма Фасона, Фасон-то тут при чем? прикинь бы Фасон не сломался, мы бы играли более-менее сносно, немцы бы не ушли, Пеняев и Дзюби всякие не пришли, как Галактококс, и закончили бы на 12 месте. Мы не знаем, что было бы, кабы, да кабы, если бы, да что-нибудь бы. Разочарование сезона после немцев назначения Федорова, неужели Лося было нельзя? ЦОРН не отреагировал на травмы Жема и Фасона, да, кстати, еще травма Жемалединова была, тоже важнейшая травма, которая очень серьезно повлияла на команду. Уходы Кухты и Бекки, главный оставил Компера, кусок дебила. Как назвать номинацию разочарования? Только наоборот, не ожидал хорошей игры. У нас будут номинации, которые смежные с этим. Разочарование Антон в какой-то степени. Фиаско стратегии немцев, очень хотелось, чтобы именно у нас получилось, особенно с учетом общего скепсиса со стороны горе-экспертов. Разочарование сезона Фан Айди. Для меня разочарование тенденция провала. Осень становится традицией. Итоговое место. Разумная изначальная стратегия, испорченная странными решениями. ЦОРН. Первый раз за 10 лет не взял абонемент. Наверное, меня закалили годы боления залога, в которых разочарования было бесконечное количество, но как-то что-то и выделить сложно. Скажу, уход Кухты и Бекки, травма Фасона, потому что по легионерам у нас был в какой-то момент сильнейший подбор. Мне казалось, что даже сильнее зенитовских по потенциалу. Четыре поражения от мяса. Кстати, тоже действительно разочарование сезона. Гордились мы 2007 годом, когда мы четыре раза за год обыграли Спартак. Теперь мы сами четыре раза сезон Спартаку проиграли. По поводу травмы магии, скорее действия медиков. Меняем Кулину Коваленко. Я бы поменял. Медицинский штаб разочарования. Если бы Сухой тогда добавил на пару минут на пару минут меньше. Опять. Опять тяжело выбрать, что вы там наговорили, но мне кажется, что вы выбрали все-таки ЦОР на немецкую стратегию и все, что производное от этого. много про Мордишвили было, многое про игроков было, про Мерчука, про Мордишвили, но мне кажется, что наибольшее количество голосов у вас было за Томаса Цорна. Именно за за те решения, которые Томас Цорн принимал. Я, наверное, я, наверное, проголосую за результат первой части для себя выделю именно его. Потому что, опять же, всеобъемлюще, потому что включает в себя очень много всего, не было бы результата в первой части без травмы фасона, без ухода кухты, без назначения Федора. То есть, это как комплексные от вещей, которые так или иначе были частью вот этого огромного всеобъемлющего разочарования от того, к чему мы пришли к концу 2022 года. мы уже проигрывали Спартаку четыре раза в переходной сезон. Что, правда, четыре раза там проигрывали? Ну там, наверное, все-таки не за календарный год это было. Мне кажется, что дольше было. Но, может быть. Давайте, опять же, было разочарование сезона, давайте к чему-нибудь хорошему. давайте новичка сезона мы с вами сегодня сейчас рассмотрим. Новичок сезона. Новичок. Помните ли вы всех новичков сезона в этом году? Я для себя, как обычно, выделил пятерку футболиста. Давайте начнем с Артема Дзюба. Вы уже проголосовали за то, что подписание Дзюбы это событие сезона. Соответственно, новичок сезона Артем Дзюба 13 матчей 8 плюс 5 и все остальное я уже проговорил вау, круто. Ну, даже я, который в общем и целом люблю футболиста Дзюбу, который говорил, что Дзюба это отличное решение для Галактионова, очень надежное и очень стабильное. Я, конечно, не ожидал, что Дзюба будет вот настолько крутым, вот настолько хорошо в команду впишется и настолько вокруг него все идеи Галактионова заработают, а без него соответственно не заработают. Еще два зимних подписаний одновременных. Давайте Максим Глушенков. Макс, который в крыльях советов был, по-моему, у него 11 было по гол плюс пас на трансфермаркте, там еще заработанные пенальти считаются и он по этому показателю был одним из лучших в лиге, ну там в топ 10 точно входил. Я очень боялся, что Максим Глушенков, придя в локомотив, сникнет точно так же, как это было у него в Спартаке. Еще больше опасений у меня было, когда прошла предсезонка и Глушенков очень сильно потерялся в ней и практически ничего не делал на поле. Да, вы можете вспомнить, что у Глушенкова там был один гол-автогол, по-моему, с армянской командой, с Урарту, а все остальное Глушенкова считай на поле не было. Но затем, когда пришел Артем Дзюба, а еще матчи с Спартаком были, и они еще больше меня на грустный лад настроили, потому что там Глушенков прям вообще был одним из худших на поле, все терял и в атаке ничего не показывал. Но потом как-то потихонечку 4-2-3-1 Дзюба начал более-менее себя проявлять. Один гол забил, одну голевую передачу отдал, вторую забил, вторую передачку отдал. И во многих матчах Глушенков прям был ну таким королем, что где удаешься, гол Оренбургу с дальнего удара в девятину в самую красота, гол Динамо в дальний угол с левой ноги красота, и в итоге он и за нас там что-то около 5 плюс 5 сделал не Дзюба, не 8 плюс 5, но очень-очень достойно, поэтому Макс Глушенков уничтожил мой скепсис. Я ждал гораздо меньшего от Глушенкова и честно говоря побаивался этого трансфера. Сергей Пеняев пришел одновременно с Максимом Глушенковым и главная надежда, главный талант поколения, как его называют и как Пеняев в интервью под Шибайкиной сказал, что он немножечко не понимает этого, потому что на меня столько внимания, а я там один гол забил, одну голевую передачу отдал за столько матчей, но теперь забил второй гол ворота торпеда, боевое крещение прошел. Я думаю, что это важный трансфер для Локомотива, я думаю, что это трансфер, который не на здесь и сейчас, но на долгие годы, ну или по крайней мере принесет Локомотиву значительную прибыль. Я рад, чтобы мы подписали Пеняева. Насколько вы считаете, что Пеняев это лучший трансфер, это это ваше дело. Вспомним, вспомним весенние трансферы. Лукас Фасон был такой, про него уже поговорили, тоже, если хотите, голосуйте, и, ну, лично для меня, да, маловато сыграл все-таки Фасон, чтобы за него голосовать, и Марио Митой, который, про которого очень много всякого негатива высказывали в прессе, но на мой личный взгляд, Марио Митой провел не провел, точнее, ни одного прям суперплохого матча, за исключением, наверное, выпуска его на замену в матче с ЦСКА. Совершенно, ну, как сказать, необъяснимого с точки зрения того, что его бросают в бой под каток, и, соответственно, мы сразу и пропустили, потому что решили поменять схему, и потом он удалился, потому что никак не мог понять, где играет Ваня Обликов, да, в остальных всех матчах Митай был или хороший, или просто очень хороший, так что подписание Митой также, возможно, такая темная лошадка, про которую не особо принято говорить, но возможно, что среди всех подписаний, которые сделали немцы, именно Марио Митой в итоге уйдет за какие-нибудь бешеные бабки, вообще не исключаю этого, потому что он играет за свою сборную, из этой сборной игроков, игроки, например, в Италии очень часто заигрывают, и футболист абсолютно европейского склада, европейский менталитет в нем присутствует, могут, как в свое время там за Ивановича взять и предложить там 15 миллионов евро какие-нибудь, вообще не удивлюсь. Ну и последний трансфер, который точно стоит упомянуть, это трансфер Ильи Лантратова, человек, который пришел зимой, тоже очень тихо пришел, очень, я помню, на FKLM News много комментариев было, рубился с людьми, которые говорили, да что там, Лантратов, да у нас есть Худяков, ко мне в комментарии приходили люди на трансляциях и говорили, а как ты думаешь, а кто будет основным вратарем локомотива, Даня Худяков, Гильерми или Лантратов? И до сих пор мне задают вопросы, типа, а как ты думаешь, вот на бусте у меня недавно был вопрос, а как ты думаешь, Гильерми сможет вытеснить Лантратова из состава локомотива? А я сижу и смотрю на все это, думаю, в какой вы вселенной вообще находитесь, что вы думаете, что Даня Худяков может выиграть честную конкуренцию у Ильи Лантратова в ситуации, когда команда находится в стыках и кровь из носу нужно добывать очки, а не растить молодого пацана. Вышел видос с подшебякиной, ну все, пошли смотреть, получается. и для меня было прям четко очевидно, что мы покупаем лучшего вратаря России. Я безумно этого хотел два года подряд и одним только подписанием Лантратова для меня Ульянов, спортивный директор, искупил все возможные ошибки на несколько лет вперед, потому что ну реально же очень многие говорили, что во всех линиях проблемы у локомотива есть, кроме Даня Худякова. Светлое пятно, молодой парень, столько спасает, а я смотрел и ужасался тому, что у нас происходит во вратарской линии. Так что ваши голоса я жду прямо сейчас. Кто, по вашему мнению, лучший новичок сезона локомотив? Лучший новичок. Вы можете, как, например, людей, которые дебютировали в этом сезоне за локомотив, может быть, вы считаете, что лучший новичок это Михаил Щетинин или Егор Погоснов, либо трансферы. Люди, которые заиграли за локомотив в этом году. Карпукас не в счет. Карпукас у нас играл давно. Джива года ждал Лантратова. Абсолютная правда, абсолютно честно, я говорил об этом неоднократно. Я говорил об этом еще тогда, когда у нас основным вратарем был Гильерми, и когда его переподписывали, я говорил о том, что нам точно нужен, нам точно совершенно нужен вратарь, который заменит Гильерми, потому что Гильерми не сможет играть весь полноценный сезон. Решили, что раз Гильерми не сможет играть полноценный сезон, пускай Худяков играет полноценный сезон, и стало еще хуже. Я смотрю, вы подустали, уже не так активно пишете свои варианты. 12 минут. Давайте после этой номинации у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, ну, про это мне нечего сказать, про это мне нечего сказать, шестнадцать, ну, примерно половину мы, соответственно, экватор пройдем в самый раз. Пойдем посмотрим видос под Шебякиной, там всего 12 минут, я думаю, быстренько посмотрим, и вернемся уже к главным вообще номинациям всей, всей нашей замечательной тусовки. Не подустали, а день матча лайф вышел. Сейчас посмотрим вместе, ну, или можете смотреть по отдельности, но я посмотрю его на транслежке. Так, 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 так. Цорн и в Спартаке дичь творил. У него вообще были положительные отцовы, ну, того же Газизова до Спартака хвалили СМИ, а вот Цорн, по моему субъективному впечатлению, ничем положительным до Лока не отметился. Ну, я, со стороны, наблюдая за Спартаком, могу сказать, что работа Цорна в Спартаке не была отвратительной, и в Спартаке он не допустил тех идиотских ошибок, которые он допустил в Локомотиве, в частности, в Спартак он привел Доминика Тедеско, не пятого помощника Доминика Тедеско, который воду приносил на тренировки, а самого Доминика Тедеско и Доминика Тедеско это тренер. А кого Цорн приводил в Локомотив, я не очень понял. Плюс Цорн в Спартаке на мой личный взгляд сделал очень важную вещь, которую он сделал затем вместе с Корнетко Рангником и в Локомотиве. И эта вещь мне нравится. Это обновление состава, потому что Цорн, Рангник, Корнетко приняли Локомотив, у которого средний возраст команды был 32+. И сделал из Локомотива 32+, Локомотив 22+, то есть скинул 10 лет. Довольно радикально, довольно быстро, но тем не менее Локомотив это было очень нужно, иначе бы затянись это еще на год и в 2022 году, представим, что в 2021 ничего не произошло, в 2022 году у нас бы просто ушли все. У нас зимой 22-го ушла бы половина легионеров, начиная с Криховика, а летом 22-го завершили бы карьеру всякие Игнатьевы, Чурлуки и прочие люди, которые бы в клубе остались, если бы не немцы. И, соответственно, смена поколения Локомотива в любом случае была нужна, и на мой взгляд Цорн ее, ну не Цорн, Цорн это некая персонификация, потому что на самом деле очень много сделал Корнетко, много сделал Рангник, много сделал Мекель, Цорн просто как некая персонификация всей этой истории. Так, все-таки по лучшим трансферам Глушенков, Дзюба, Глушенков, Дзюба однозначно, Метайфасон, Лантратов, Глушенков, Лантратов, без Дзюба совсем другой локомотив, Глуш, с учетом перспективности, Глушенков, Дзюба замолчал под конец, Лантратов, Лантрат close second, Коуч, новичок сезона Коуч, ну, все-таки здесь мы говорим про футболистов. Да, еще Лантратов, давно не помню, чтобы было так спокойно за ворота, он и Глушенков, хотел написать Изидор, но вспомнил, что он в 2022 перешел. Да, Изидор еще с прошлого сезона. Дзюба абсолютно растворился в важных матчах, 0 голов ЦСКА, Зенитом, Динамо и двух встречах со Спартаком. Вы в своем уме? Лантратов без вариантов. Осенних новичков в расчет не берешь? Беру. Но если вы хотите проголосовать за Педриньо, или вы хотите проголосовать за Ивана Кузьмичева, милости прошу, я совершенно не против. Как бы мне не нравились Митая с Фасоном как футболиста и как бы много не тащил Лантратов, Дзюба больше всех влияние на результат оказал. Лантратов лучший новичок. После валидольной игры Худи стабильность и надежность в моей душе. Лантратов Лантратов под конец сезона обошел Сафонова по топу вратарей. Лантратов теперь топ-1. Для меня Лантратов топ-1. Ну, конечно, Сафонов весну вообще не играет футбол. Лантратов стабильный, крутой. Да, по прошлым сезонам конечно Сафонов был более яркий, играл в более важных матчах, чем Лантратов, но эта весна расставила все окончательно, потому что Лантратов начал играть в топ-клубе наконец-то и оказалось, что в топ-клубе он чувствует себя еще круче, чем в Химках. Дзюба Лантратов Глушенков Лантратов Лантратов Круто, если окажется Марио, но в этом сезоне Дзюба Лантратов лучший новичок. Хорошо, что уточнил про Карпукас, я уже потянулся свой голос менять. Лантратов 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 Ну, все за Лантратова, я тоже за Лантратова при всем уважении к Дзюбе, при всем уважении к Глушенкову, который очень сильно меня удивил в хорошем смысле, но я не могу не проголосовать за Лантратова. Для меня Лантратов Это просто главное отдушина вообще сезона, ну, кроме Карпукаса, вот появление Лантратова в клубе, это для меня сразу был показатель того, что все, клуб на грани, на пути к исправлению. Поэтому я большой поклонник этого парня, я надеюсь, что он, он же еще достаточно молодой для вратаря, я думаю, что еще следующие лет 10, я надеюсь, что Лантратов в воротах Локомотива постоит. Я немножечко подустал болтать, у нас 2 часа стрима прошло, 7 номинаций из 15 пройденных, мы стоим на экваторе, из 15, про которые мне есть что сказать, потом будут еще номинации, про которые, может быть, вы мне что-нибудь скажете, вы их сами придумывали. Давайте посмотрим день матча лайф, а я еще немножечко отдохну. Классическое дерби, Локомотив-торпеда. Сегодня сколько забьем? Давай, давай, сколько? Шесть. Самый лучший коллектив, это наш Локомотив. Вы лучшие! В плане медики, дзюбу, наверное, никто не переплюнет. Артемочка, привет! Я наконец могу тебя обнять! Ладно. А, я думаю, это проще! В город Киеве она не очень хорошо играет. Здесь просто очень хорошо, поэтому мы здесь. Какие планы на отпуск? Добрый день, друзья! Я Ирина Почебякина. И сегодня мы вам покажем вам последний день матча игрового сезона «Локомотив-торпеда». Нас ждет яркое промышленное дерби, железнодорожники против автозаводцев. Промышленное... Как же она неорганично смотрится именно вот в таких вот ставках. То есть, когда она живая, когда она говорит от себя, это смотрится круто. Но когда она пытается вот этот вот текст заученный выдасть, это, ну, вообще не ее. Не терпится все увидеть и показать вам. Актерке не хватает прям сильно. Это что за бородатый мужчина? Кто это? Кто это? Вам плохо? Попробуйте сегодня. Плохо у нас действительно наи-шикарнейший игрок. Расскажи, пожалуйста, о развлекательной программе. На сегодняшний матч. Во-первых, потрясающая зона от Фунбэк. Все уже прониклись темой Тедриса. Кто-то посмотрел фильм. Никиты, привет. Конечно. Никиты, привет. Да, кто-то просто понимает, что... О, классика. Классическое дерби. Локомотив-торпеда. Плюс красивый слоган. Все сложится, а? Такое... А как давно локомотив-торпеда стало классическим дерби? Видимо, с 50-х годов прошлого века. Не иначе. Кому ты придумал и рекламируешь. Нет, мне понравилось. Я не знаю, кто придумал, кто придумал. Молодцы. Молодцы. Все, кто уже любит. То есть есть те, кто приходит с футбой играть. Кто-то, кто сделает аквагримчик. Ну и, конечно же, плов. О котором мы уже говорили. Он рекламировал. Ребята ждали. Каждый домашний матч приходит. Говорят, так мне пловчик, вот прям свеженького. Лучший плов. Это я согласна, на выпуске пробовали. Ну и, конечно, концерт. JSPDI и Dead Blonde выступают для вас. Мальчика на девятке еще не было, еще послушаем. Это твоя любимая песня. Третья по любимости, да. Я же всем сердцем красно зеленый, поэтому тут дерби. Я помню матч с торпедо. На самом деле, это был год, наверное, 2000, не помню какой. Но мы точно играли в Лужниках. Был Панов. Там был, может быть, даже Лебеденко еще играл. Когда 0-3 проиграли? Тогда. Вот. И матчи, конечно, были лютые. Я помню, в метро. Драки? Нет, зачем драки? Болельщики, которые так посмотрят на тебя, а ты в шарфик не едешь, такой гордый. Мы ждем следующий сезон. Там будет вообще огонек. И самое главное, самое главное, абонементы, ребята, уже в продаже. Скидки отличные. Приобретаем на сайте, в магазинчике. Подтверждаю. И это очень важно. Чувствуется по басам, что начался концерт GSPD. На следующий сезон прям будет очень крутой. Смотрите, дождь почти закончился. Честь вас. А второй, может, сразу забьют? Все. Вот. Не получилось. Если с первой попытки, я отожгусь. Я отожгусь. Сколько? Давай. Десять? Серьезно. Мне потом футболку надо будет переодеть. По-моему, десятый. Ну ладно, еще один. Все. Это не я играю, если что, пока я не знаю, как играть. Артемочка, привет! Я наконец могу тебя обнять. Как дела? Впервые я вижу неразговорчивого отзыва. Вы же его потом отдадите Артему. Нет. Все. Артем, заберешь потом. Пишка так... Обязательно заберу. Я знаю, что нужна майка для того, чтобы ты у нас был в игровой футболке. Так что придется ее где-нибудь найти и подарить. Понял? Пользуемся связями. Ау! А я с подарками. Какими? Я уже звезда. Подожди, кто в тот раз был? Я с путью. Ну, нормально. Нормально я после Дзюба. Теперь моя. Моя картина теперь есть. Какой прогноз на матч? 4-0. 4-0. Нормально. Пока вкусновато. Главное, что у Иры есть, да? У меня там практически всего состава. Серьезно? И они все расписались? Да. Ты как удалось? Это после химик было. Стоял под дождем. Да, 2 часа. И ты замерз, но все равно добыла эти все росписи. Блин, ты красавчик. Преданный болельщик. Спасибо. С проколтыми ушами. Спасибо тебе. Да, сегодня сколько забьем? Давай, давай, сколько? 6. Мне нравится. А ты как думаешь, сколько? О, этот чувак, он... Он локохроники ведет. Есть канал на ютубе локохроники, он снимает посещение матчей, своими впечатлениями делится. Не скажу, что прям сильно интересно, но в общем и целом глянуть иногда имеет смысл, да? Когда вот мне тоже нужно там для роликов атмосферу почувствовать, карта докладывает, локомотив хочет Зиньковского, да кто бы сомневался. Когда хочется атмосферу почувствовать со стадиона или может быть мне какие-то моментики нужны, я иногда смотрю. Мне нравится, а ты как думаешь, сколько? Покажи на пальчик, сколько забьют. Два? Два. А если он с прогнозом выиграет? Давай, надеюсь, я теперь за тебя болеть буду сегодня. Давай пять. Мальчик не очень разговорчивый, я смотрю. Хорош. Пока-пока. Пока-пока. В протяжении последних матчей локомотив достаточно хорошо играет и очень отличаются такие игроки, как Изидор, Текнизян работает, Пашет и на... Хотя его в том году не очень любили. Ну да, но сейчас он поднажал, особенно во втором круге, и в защите, и в атаке он прям, грубо говоря, можно и так сказать. Самый лучший коллектив – это наш локомотив. Вот, в Брянской области. А для за мной болезнь за локомотив. Лет 12. 12. Почему так? Потому что лучший коллектив – это наш локомотив. Я бы я бы знаю, ладно. Спасибо. Подышу талантом. Кого-то из футболистов знаете. Ну, в плане медики дзюбу, наверное, никто не переплюнет. Вот, а так, ну, Гильермо... Я Сергея Пеняева знающий. Ну ничего, это нормально. Нормально. Сейчас еще с новыми познакомитесь. Да, с удовольствием. Вот, а как вы думаете, для футболиста вообще, вот ваши треки? Девочки поняли. Они же по-любому их слышали, слушали. Как вы думаете, какая музыка больше подходит именно футболистам, для того, чтобы они вот заводились и выходили на матч? Кому-то нравится. У Арины мальчик на девятке, может послушать, покайфовать. Кому-то мои боли такие, ух, чтобы как раз в спорт режим подтянуться. Да, у нас такой симбиоз. Мужики, болельщики, любят обычно и такую музыку заряженную, бодру. И одновременно им нравятся милые девочки, как я, которые поют сладкие песенки, и они кайфуют с этого. Поэтому у нас все есть. Ну, GSPD это, конечно, жесткий рофл. С его старыми песнями. Так, здесь у нас что? Ну-ка. Монитор показали. Блин, ничего не могу прочесть. Какие-то папочки, какие-то фотографии. Эх, расфокус. Единичка, единичка в эфире, спасибо. Меня зовут Леся, я видеорежиссер. Скажи мне, пожалуйста, когда над работаешь и почему такая профессия? Мы сегодня пытались вспомнить, как давно мы здесь работаем, и это явно что-то раньше, чем 2015 год. Здесь просто очень хорошо, поэтому мы здесь. Ну, у тебя очень хорошо лезет здесь, именно за этим столом. За что ты отвечаешь, что ты делаешь? Расскажи там про мне. Все, что вы и зрители видят на экранах стадиона, это все проходит через эту аппаратную. То есть все рекламные материалы, вся видеокартинка, сигнал от Мачетова, сигналы с наших камер, которые... Состав Баварии вместо Атлетика, это ее рук дело было? Яркостный Кейнг, господи. Операторы работают по залу и показывают зрителей. Это все идет через этот порт, но все идет через мой пульт, через нашу систему. Собственно, мы здесь, чтобы выполнять и какие-то регламентные штуки. То есть реклама, там, видеокартинка. Ну и чтобы, самое главное, радовать зрителей. А, это вот эти, когда Эмоджи показывают. Да, когда Эмоджи... Это ты вылавливаешь, можно сказать. Да, да, да. То есть, ну, это мои операторы и, собственно, я. Мы работаем в связке. И вообще, когда вы показываете, когда видите зрителей на экранах, это все делаем мы. Когда они целуются тоже. Когда они целуются тоже, обязательно. В следующий момент. Что? Это интересно. Таких людей выискивать и показывать, это как раз очень круто. Потому что, ну, я вообще не знал о том, что вот такая девушка работает в локомотиве. Хотя я более-менее стараюсь смотреть и запоминать. Самое сложное в твоей работе? Не увлекаться матчем. Это очень сложно. Это очень сложно. Потому что моя работа не смотреть за игрой. Моя работа смотреть за залом, за зрителями. Реагировать на них, а не на то, что происходит на поле. И если я увлекаюсь именно самим матчем, самой игрой, самими игроками, это уйдет меня, собственно, от того, что нужно. Потому что зрители, пришедшие на стадион, они и так видят то, что происходит. Тут палка о двух концах. Вот про то, что она говорит. Если матч такой, что он увлекает, что ты не можешь отвлечься и смотришь за происходящим на поле, то и по телевизору тебе не нужно отвлекать людей на всякие кискамы, на вылавливание крупных планов, эмодзи и все такое. Да, ты только этим самым отвлекаешь людей. Наоборот, ты, как мне кажется, должен помогать им еще больше в этот футбол погружаться. А вот основная работа, она именно тогда, когда локомотив играет с факелом, на поле не происходит ни хрена. И вот в этот момент ты не можешь увлечься футболом просто принципиально, потому что никого футбола нет. И ты должен тогда проявлять весь свой профессионализм и выискивать что-то интересное на трибунах и показывать это. На поле. И хочется их порадовать. А чтобы их порадовать, нужно на них обращать внимание. Кажется, что это те эмоции, которые мы им дарим, которые потом они вспоминают месяцами. А мы можем меня где-нибудь с нами? Мы договоримся, короче, с тобой. Я выберу какие-нибудь классные болельщики, и ты меня увидишь на камеру. Все, я буду искать оператора. Какой чаще всего сектор снимают? Семейный. Все, все. Это можно говорить, да, чтобы они все будут потом в семейный сектор покупать? Антоша, Антоша. Все, перехватили. Давай, давай, придумай что-нибудь, Артемочка. И здорово. Но воротарь здорово играет на выходе. Получится из меня генич. И сброс. Это же самое начало матча. Ну, свои. Переход. 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 Тихо, скидка. На самом деле, я когда маленькая была, точно так же вот кричала. Только перед телевизором. Не было возможности на стадион ходить. Совсем неинтересные факты обо мне. Поздравляю тебя. Во-первых, давай. Для наших болельщиков. Сможешь сейчас придумать какой-нибудь вопрос, пусть они ответят. Простой, сложный. Я думала, ты скажешь, блин, я не смогу. Так, давай. Это Миша Абрамов. Давай. Слушай, что-то среднее. С каким счетом выиграл Локомотив в прошлом матче с Торпедо? Ну, все. А, я уже ответила так. Короче, я победила. Что ты ждешь от клуба в новом сезоне? Ну, с каким счетом последний раз Торпедо у Локомотива выиграл? Вот это интересно. Давайте. Раз, два, три. Отвечайте в чате. Ой. Можно я ударю? Куда в гугл полезли? Я аж видео перелистнул из-за вас. Матч с Торпедо. Что ты ждешь от клуба в новом сезоне? Победа в чемпионате? Вот такие сразу у нас самые высокие задачи. И чтобы еще лучшими бордирами у нас там все становились, да, в сборной тура. Ну, можно еще финал-то, двух-то выиграть. Смотри! Так и думал, что без гугла вы ничего не можете. Вообще любовь к футболу мне привела дедушка. В 2010 году мы вместе смотрели с ним чемпионат мира по футболу. Атмосфера, игра команды, клуб, история. Потом уже меня завлекло. Я погрузилась в это. И вот в любую погоду на абонементу, на трибуну прихожу, болезнь, довольствую. Это очень здорово. Какие-нибудь, может быть, пожелания нашим футболистам на следующий сезон, болельщикам? Футболистам, ну, чтобы побольше было побед, чтобы не теряли боевой дух, не теряли ухватку и шли дальше. Самое главное, никогда не отчаивались. Какие планы на отпуск? Работаем, немножко передохнем, мы уже скоро начинаем подготовку. Время отдыхать очень мало, поэтому сейчас надо немножко перезагрузиться и уже буквально через две недели начинаем глоб. И вы никогда не едете? Нет. Спасибо большое. Настоящий тренер. Изи, спасибо. Все, мы заканчиваем. Мы ненадолго уходим в отпуск, но уже совсем скоро встретимся с вами в новом сезоне с новыми идеями, новыми форматами и новыми героями. Спасибо каждому за поддержку. Мы видели каждый ваш лайк и читали каждый ваш комментарий. Спасибо всем. Пока-пока. Я еще вам покажу вещь, которую вы наверняка не видели. Это... О, мое видео. Кайф. Если вы не видели мое видео, то идите к черту. Короче, Торпеда тоже делает локалайвы. Я наткнулся, когда монтировал наш выпуск. И там, короче, вот такой вот парень. Деверпел на ближайший год. И последнее видео с моим участием в клубе. По крайней мере, пока. Это было не мое решение. Я хотел остаться, несмотря на вылет в первую лигу. Это вообще никак не повлияло. Но получилось так, как получилось. Прикиньте, на официальном канале Локомотивово Ирина Подшибякина начала бы видос со слов «Это мое последнее видео, я этого не хотела, это решили за меня, я бы с удовольствием продолжала, но меня увольняют». И дальше еще видос на 20 минут. Прикиньте, было бы забавно. Но это Торпеда, ребят. Торпеда может себе позволить выпускать видосы, которые начинаются со слов «Это мое последнее видео, это не мое решение». Че, ребят, отдохнули? Отдохнули. Вижу по глазам, что... Че, застыд? Торпеда, ребят, торпеда. Вижу по глазам, что хотите продолжение «Золотого Ротенберга», что чаек налили, в туалет сходили. И теперь готовы, готовы обсуждать, что у нас было последнее. Лучший новичок? Давайте худший трансфер 2022-2023. Давно у нас были в Ю, Гильерме и Самедова. 14-й год. Замечательные интервьюшки. Жесть, у Торпеда 11 тысяч подписонов. Худший трансфер, худший. Лучшими разобрались, лучшими было бы интересно и весело смотреть. Но что по худшим, ребят? Может, только у этого чела данный аккаунт, и что хочет, то и делает. Больше не будет видео Торпеда. Давайте. Под номером один. Не по порядку, не по хронологическому, не по топу, просто как есть. Иван Кузьмичев. Ваня Кузьмичев. Я не знаю, как оценивать этот трансфер. Я просто не знаю, как оценивать этот гребаный трансфер. Потому что в момент прихода Кузьмичева нам не нужен был центральный защитник. Нам нужны были много кто. Просто нам нужен был нападающий. Нам нужен был центральный полузащитник. Я считаю, что нам безумно нужен был вратарь. Но приходит центральный защитник. И поначалу он практически не играет. Потом, когда он играет, он играет так, чтобы лучше бы он не играл. Какая-то шпала в центре обороны, которая иногда играет неплохо. И ты думаешь, так, ну вообще, Иван Кузьмичев там был в молодежной сборной у того же Галактионова. В Урале, в общем, неплохое полсезона провел. Он еще довольно молодой. Наверное, вырастет. А потом он делает такую шляпу. Кузьмичеву просто берет на ровном месте, подскальзывается перед Смольниковым в матче с Торпедо, который мы еле-еле там кое-как там. Крупука забил, и мы чуть не пропускаем от Смольникова, потому что Кузьмичев умудрился подскользнуться на ровном месте. Он это повторял потом раз, два, три. И вот последний матч с Торпедо. Может быть, у Кузьмичева что-то личное к Торпедо, но он взял и сначала чуть ни нахиво не срубил. Точнее, срубил ни нахиво, чуть травму ему не нанес. Потом передачу в пятку ему отдал. Я потом на повторах заметил, что он пытался мяч вынести, этот мяч накрыли, и поэтому он попал в ни нахиво, который пытался от этого выноса как-то увернуться. Но в любом случае, это такая же ошибка, как до этого ошибка Текнезиана приведшая голову крыльев Советов. Просто у крыльев Советов Цыпченко, который забивает, а у Торпедо какой-то там азиат, который не смог Лантратову переиграть. В общем, просто какой-то стыд и позор. Главное, зачем? Просто главное, зачем? Это, опять же, я не могу предъявлять претензии непосредственно к Ивану Кузьмичеву, но это как, вот как я говорю, назначают компер главным тренером, точно так же поставь меня в центр обороны. Я бы смотрелся там как клоун, ну потому что, ну как... Это не человек, который должен был играть в локомотиве. Педриньо. А? Не ожидали? Не ожидали? А он у меня в топе худших. Потому что Педриньо пришел примерно тогда же, когда и Иван Кузьмичев. Я ожидал покупки нападающего. Все лето ожидал. С момента ухода кухты ожидал. Я говорил о том, что нападающий должен появиться до начала сезона. До начала сезона нападающий не появился. Он не появился в августе. И только к началу сентября ЦОРН наконец-то решил, что вот это тот самый нападающий, который нам нужен. Это Педриньо из Америка Минейра. Педриньо неплохой футболист. Неплохой футболист. Он умеет какие-то вещи делать на поле. Но оказалось то, что у Педриньо беды с башкой. Причем довольно серьезные беды с башкой. И это тоже огромный камень в огород Томаса ЦОРНа. Потому что одна из основных вещей, которыми руководствовались немцы при подписании футболистов, это менталка. То есть они подписывали игроков, которые ментально хотели развиваться, которые ментально подходили. И обладали определенными игровыми навыками. Но при этом еще и ментально, соответственно, что-то давали команде. Педриньо это чувак, как мы теперь знаем, способный бить своих подруг, угрожать им насилием через телефон, который, приезжая в Россию, не догадался узнать, какая здесь погода, и был ужасно ошарашен холодами, который не знал, что в России Россию отстранили от Еврокубков, и думал, что его, что сейчас команда поднимется наверх, и он поиграет в Еврокубках. И в итоге все это вылилось в конфликт с командой, все это вылилось в конфликт с тренерами. Но начало, конечно, с покером задалось фантастическое. Если бы Педриньо... Господи, конь. Если бы Педриньо продолжил так же, как начал, возможно, все эти беды с башкой не были бы настолько существенны. Начал он с покера в ворота химок, но затем что-то как-то уже не так полезно для команды. И, в общем, его промах в матче Сочи и приговорил Цинбаура, приговорил Цорна не попасть с трех метров в пустые ворота. Это, наверное, ну, действительно приговор для всех на свете. Педриньо сейчас находится под следствием в Бразилии, и он никому не нужен. Не нужен в Бразилии, не нужен особенно в России, хотя я думаю, что в России он найдет себе команду, если захочет, но это будет не локомотив, и в локомотив, я думаю, что он уже не вернется. Конти. Вы много написали Конти, вы много прям Конти написали, и я в достаточной степени с вами солидарен, потому что нам нужен был центральный защитник. Нужен был центральный защитник, который, так же, как и Лантратов, принесет в оборону спокойствие, принесет в оборону надежность, умение играть головой, умение начинать атаки. Вот что-то такое. Лидерские качества обязательно у него должны были быть. очень много защитников в итоге перелопатили и остановили свой выбор на Хермане Конти. Я этого выбора не понял ни тогда, ни через там 3-4 матча, которые Конти сыграл. Честно, ну, игрок ровно такой, как я его себе представлял по нарезкам, по матчам, которые я посмотрел. вообще не умеет вести силовую борьбу, ужасно, блин, я даже не знаю, что сказать, ну, просто ужасный центральный защитник, который не может играть в российском футболе, и так это оказалось, смешной отлет от Кордобы, попытки встать, потом встал, побежал, еще и от него рикошетом в итоге мяч залетел. Просто исчезни с поля и будет лучше. Но он исчез в итоге с поля, он исчез вообще из локомотива, мы его не видим, мы не знаем, что с ним, мы не знаем, где он, и в итоге сейчас его нету. Хорошо, что мы его хотя бы ну, незадорого купили, да, нам не пришлось тратить денег на подписание Конти, но зато мы его подписали на 2 года, и что мы эти 2 года будем с ним делать? Я не понимаю. Трансфер, который тоже был в этом сезоне, это Марку Ракенец. Это человек, мем, человек, который довольно много хейта собрал для своего не самого большого вклада в игру локомотива, но умудрился этот парень так ни разу и не забить, даже на сборах у него не получалось забивать. Неплохие пару передач отдал, с которых забивали, в частности, Райков забил ворота Сочи с передачи Марка Ракенеца, но в остальном очень часто его решения были, ну, настолько абсурдны, что ты не понимаешь, чел, вот чем ты сейчас вообще занимаешься. При том, что я думаю, что Ракенец не самый плохой футболист, умеет играть в футбол, но в России такое ощущение, что он попал, вообще не понимал, куда, никто ему не помогал, никто не, как-то, ну, не знаю, в компанию его к себе не взял, и в итоге он нервничал каждую секунду свою на поле, вместо того, чтобы наоборот успокаиваться. Ну, и в итоге уехал в Цервяну Звезду, стал чемпионом Сербии, исполнил свою мечту, потому что, как и любой серб, мечтал играть за Цервяну Звезду, и я думаю, что, опять же, в Локомотив этот парень не вернется. Но, в отличие от Конти, за Ракенец еще и отдали примерно 3 миллиона евро, которые мы уже вряд ли когда-нибудь отобьем, потому что сумма выкупа за Ракенец выставлена в 1 миллион евро. Последний игрок, которого, мне кажется, стоит в номинацию худший трансфер года записать, это Игорь Смольников. Игорь Смольников шел прицепом к Артему Дзюбе, непонятно, почему нужно было подписывать их обоих, у них разные агенты, они играли за разные клубы, но, тем не менее, как-то их одновременно подписали, и если по подписанию Дзюбы вопросов нету, то по подписанию Игоря Смольникова вопросы есть, особенно теперь, когда мы знаем, чем это все закончилось. Тогда, когда его подписывали, у нас были Максим Нинахов и Дмитрий Живоглядов, и нам казалось, ну, по межсезонью, что два довольно слабых правых защитника. Живоглядов мемасный и Нинахов, который, ну, никак не может себя проявить в локомотиве. Поэтому, в целом, да, ну, типа, ну, ну, Смольников, так Смольников, почему бы и не Смольников? Но потом оказалось, то, что Максим Нинахов отлично умеет играть в футбол, а вот чем на поле занимается Игорь Смольников стало вообще непонятно. Было удаление с Краснодаром, были заработаны пенальти на ровном месте, который он привозил два раза, и ноль голевых передач, ноль голов, очень мало ключевых передач. Короче, Смольников проиграл конкуренцию Максиму Нинахову просто в чистую. И когда Смольникова выпускали вместо Нинахова, наоборот, как-то становилось очень сильно тревожно за локомотив и за правый фланг обороны. Поэтому, наверное, я бы записал этот трансфер, это подписание свободного агента в довольно сильно неудачный. Хотя Нагорных, например, совершенно другого мнения. Он говорит, что он сильно благодарен Игорю Смольникову и благодарит его за какую-то там вот работу в раздевалке. Хотя, опять же, мне Смольников, наверное, больше всего запомнится по тому, как он после матча с Ахматом, который мы выиграли 1-0 в девятером, пихал Антону Миранчуку за какую-то там потерю мяча. Ну, то есть, как-то странная странная работа над атмосферой в раздевалке. Все радостные, все счастливые и Смольников кому-то пихает. Давайте ваши варианты по самому худшему трансферу этого сезона. Вспоминайте, кого, может быть, я не назвал. Может быть, вы считаете Артема Дзюбу худшим трансфером сезона или еще кого-нибудь. И давайте сверим наши ощущения, а я потом скажу, кого в итоге я посчитаю и почему худшим трансфером сезона. Конти, 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 Контюня, Конти. Фига себе вы единомышленники. Конти, наверное, пришел, ушел куда-то. Конти, Кузьмичев, Смольников, Кузьмичев, Раконец. Кузьмичев, на мой взгляд, чистый распил. Кто агент Кузьмичева, понятия не имею. Кузьмичев в команде, а где Конти? Худший трансфер Смольников. Конти, 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 потом Педриньо, Конти, Конти, Педриньо, Педриньо. Когда Кузьмичев приходил, ты смотрел его статуи, даже хвалил его. Сам по себе Кузьмичев является, ну, наверное, неплохим футболистом. Я это и сейчас повторяю, о том, что в целом центральные защитники в России, они плюс-минус одинаковые, что тебе, ну, по большому счету, нету смысла покупать нового центрального защитника российского, пока у тебя есть Кузьмичев. И то же самое, вот на мой личный взгляд, локомотиву Кузьмичев просто был не нужен, потому что, ну, например, Морозов был, которого отдали в факел. Разница между Морозовым, которого факел отдали 2001 года рождения, и Кузьмичевым, 2001, по-моему, года рождения, я не вижу вообще никакой. И поэтому, на мой взгляд, это очень плохой трансфер. Точно так же, как сейчас, например, не знаю, Гацука возьмем. Ну, я считаю, что Гацук это неплохой центральный защитник. Ну, неплохой. Но нахрена он нужен локомотиву, я не знаю, я не понимаю. По, не знаю, по Чистякову еще можно хоть какие-то зацепочки найти, что он там в Лиге Чемпионов играл, а просто взять центрального защитника Абыково, Евгеньева, Солдатенкова или еще кого-нибудь. Ну, на мой взгляд, это трэш и садамия. Но при этом, да, Кузьмичев неплохой статой обладал в Урале, Кузьмичев играл в молодежной сборной у Галактенова. Ну, он и у нас периодически определенными матчами играл очень даже неплохо. Кузьмичева мы сольем куда-нибудь, а куда Конти девать? ХЗ. Слушайте, пять голов точно не худший трансфер, а вот Кузьмичев и Конти это как Райкович. Все-таки единственный покер в истории Локу уже навсегда вписал себя в историю клуба. За Урал сделает в следующем сезоне 10 плюс 10. Раконьяц однозначно. При всей мемности Раконьяца он хотя бы футболист и в Сербии у него весьма нормально сложилось в итоге. Как и Педриню, если отбросить голову, навыки классные. Как и Кузьмичев, если бы играл не за нас, тоже можно плюсы найти. А вот Конти это тихий ужас. Всегда страшно смотреть за его хаотично двигающимися ногами. Это не футболист точно. Конти худший. Педриню, Педриню. Не хочется, чтобы такие люди вообще были причастны к клубу. Смольников чего уж тут. Кузьмичев худшим быть не может. Как игрок рабочая лошадка среднестатистическая. Иногда тупит, иногда неплох. При отсутствии защитников в принципе и как и рак рыба. Педриню не в тот тренерский штаб угодил. Конти не нравится. Многие его хвалили, но не разделяю. Видимо, худший раканьяц не адаптировался. Вы в итоге согласны со мной, что Конти оказался худшим. Для меня самый непонятный трансфер. Непонятная совершенно история с Ноэ Дюссеном, который на мой взгляд просто во всех отношениях лучший центральный защитник, чем Конти. Ну, даже, не знаю, мне кажется, даже Кузьмичев лучше центральный защитник, чем Конти. И как можно было его подписать, имея вот такой вот выбор, я не понимал, не понимаю и, наверное, не буду понимать. Я очень хотел бы услышать версию Ульянова. Да, просто неужели пару матчей в Лиге Чемпионов за Бенфику так сильно повлияли на мнение Ульянова, либо, конечно, как обычно, агентские истории, потому что есть ощущение, что торчат из этого трансфера определенные пушки сербские. Раконец хуже, Конти хотя бы бесплатно. Ну, на мой, на мой личный вкус, да, Раконец все-таки, по крайней мере, молодой нападающий, который определенными навыками обладает. Просто, ну, опять же, вместо того, чтобы плавно подводить с нормальным тренером этого игрока, мы решили бросать его в омут без кухты. Совершенно непонятно, что делать, никакой адаптации не проходил, судя по всему, и в команде его не сильно любили, и в итоге, в итоге фигня. Дюсен не участвовал в рубке за чемпионство, нет, Дюсен в рубке за чемпионство не участвовал, он играл за бельгийский стандарт, стандарт переживает не лучшие времена, в свое время, в ковидные времена, он вообще там на грани банкротства находился, сейчас вроде получше, но за чемпионство пока стандарт не борется. Так, давайте, может быть, по матчам пройдемся? Давайте начнем с... Давайте, давайте прям с лучшего матча начнем, а? Лучший матч сезона. Давайте я вам даже открою. Все матчи Локомотива в этом году. Удобнее всего, наверное, на официальном сайте Локомотива все это посмотреть. И по порядку так и пройдем. Ну и Дюссен 4 минуты назад сделал прощальный пост, уходит из стандарта. Но то, что он уходит из стандарта, мы с вами и так прекрасно знаем, с ним не продлевают контракт. При этом он один из лучших центральных защитников бельгийского чемпионата. И поэтому, собственно, и огромные вопросы. Запоминающийся или где лучше играли? А вы сами определяете для себя. Номинация лучший матч сезона. Лучший. Я сейчас вам скажу, какие матчи, опять же, мне запомнились, какие матчи я могу назвать лучшими. Но вообще просто такая ретроспективка сезона. Матч Локомотив-Динамо 3-3. Матч, последний матч Локомотива, который я посетил вживую, если мы говорим про Большой Локомотив. Хороший матч, аж 120 минут играли, Фасон забил и вели 3-0. Казалось, то, что все у Локомотива будет хорошо. Фасон, Миранчук и Сидор. Но потом Грулев, Смолов и Тюкавин немножечко не понял, какую форму я отправлял ты, дурак, что ли. Немножечко пропустили. Дальше. 1-1, 2-2, 5-0, 3-0, 1-1, 0-3 и неожиданные совершенно 5-1 с Оренбургом. Просто спасибо. Классно ведете официальный сайт. Окей, я вам и так скажу, что в этом матче был гол, даже три гола Ивана Игнатьева, была голевая передача Дани Худюкова и в целом показалось о том, что ну ладно, вот мы конечно здесь 5-0, конечно мы здесь 0-3, но Химки обыграли? Обыграли. С крыльями советов сильными сыграли в ничью? Сыграли. Две крупных победы подряд сделали? Сделали. Что вам еще собакам надо? Казалось то, что все у Локомотива будет сейчас хорошо. Потом мы едем на кубок и вместо того, чтобы тем же самым составом сыграть и наиграть его, мы проигрываем пари НН. Ну, кайф. Первый номинант мой на звание лучшего матча сезона это Локомотив Оренбург 5-1. А потом, собственно, великолепный Йозеф Цинбаур 1-2 Ахмату, 2-0 Факелу, в группе 2-2 Краснодару, 1-0 Спартаку и 5-0 с Химками. Ничего себе, подумал я. 4 гола Педриньо, да, в кубке, но 4 гола Педриньо, как мы классно бежали, как мы уничтожали Химки, все у нас будет хорошо. Ага. Второй мой кандидат, 5-0, Локомотив не часто выигрывает, поэтому отметим, определенно отметим. 2-4 Уралу, 0-4 от Сочи и потом вообще Федоров пришел, тут никаких хороших матчей речи не идет. Но предсезоночка, зима и дальше уже хорошие матчи пошли с Копом. 3-1 с Ростовом, первый матч Дзюбы в чемпионате, хэт-трик и крепчайший Ростов, учитывая, что этот матч был невероятно важен для всего, вообще всего настроения к сезону, выиграть 3-1 на тяжелейшем выезде, Ростов дома у себя хорошо играет, плюс из Москвы на поезде надо туда ехать и опасение у меня было просто выше крыши после вот этих вот матчей. Но мы приехали и мы разнесли Ростов 3-1 только в концовочке они там забили гол с рикошетика, Камличенко с разворота не заблокировали. Следующий же матч с крыльями 1-1 ты же круги записывал оттуда. С крыльями 1-1 Че, я правда там был? Вообще не помню. Но может быть. А мне казалось, я не ходил на чемпионат России. Ну, не важно. Жарю курицу, теперь отслеживает канал. Неплохое занятие. Так вот. Еще более сумасшедший матч сразу после Ростова ждет нас в Грозном, где мы на 20-й минуте получаем первое удаление, на 50-й получаем второе удаление. Ведем к тому моменту 1-0, но давление на наши ворота сумасшедшее и мы его выдерживаем. Шикардос. Просто шикардос. А крон пропускаем, потому что считайте, этого матча и не было. И тут же матч с Краснодаром, который с 0-2 Локомотив вытягивает на 3-2 и таких эмоций ну, прям давно не было у меня таких эмоций, как от победы Локомотива над Краснодаром после 0-2. Просто ага, ничего себе, как они могут. Крутые. 0-4 это уже буднично, 1-4 это уже буднично, 5-1 с Химками это уже буднично, 3-0 с Сочи, ну, господи, так это вообще какая-то элементарщина для нас. И подходим к последнему моему номинанту на звание лучшего матча этого сезона. Это матч Динамо Локомотив, в котором тоже было очень много эмоций, в котором мы вели, в котором мы проигрывали, в котором мы в итоге снова выиграли. Динамо Локомотив 2-4 с хорошими атаками, с хорошими голами, с, не знаю, ну, сложно, наверное, Динамо достойным прям сильным соперником назвать в той ситуации, в той, в том, в той форме, в которой они подошли к этому матчу. Но, тем не менее, обыграть Динамо на выезде, опять же, учитывая, что они никому в этом году дерби не проиграли, учитывая, что Динамо это чемпионы Москвы, было очень приятно именно обыграть их, обыграть их именно со счетом 2-4, чтобы в конце иметь возможность их обогнать в турнирной таблице. Так что этот матч тоже у меня определенно записан в лучшее. Итого, Оренбург 5-1, Ростов 3-1, Химки 5-0, Краснодар 3-2, Динамо 4-2, и Ахмад 1-0. Вот мой список из 6-ти матчей, которые мне прям запомнились в этом сезоне. И, кстати, это больше, чем в прошлом году. В прошлом году мы с вами очень с большим трудом пытались наскрести даже там 3 хороших матча, которые бы нам запомнились со знаком плюс. И мы там вспоминали такие матчи, как Локомотив в Сочи 2-0. Или там Локомотив Фенербар... О, господи, Локомотив Галатасарай 1-1 хороший матч был. Да, то есть Локомотив Динамо 3-3. А в этом сезоне вот мне даже 6-6 матчей, которые я могу с твердой уверенностью сказать, что они были прям сильно хорошими, сильно запоминающимися и приятными. Какое же мнение у вас? Краснодар, Динамо, Крылья, Ростов. Крылья какие? Что за крылья? С крыльями мы сыграли 2 раза по 1-1. Какой из этих матчей вам понравился? Миша Федотов. Краснодар и Ахмат. Локо Краснодар весной. Лучше Динамо Локомотив. Динамо Краснодар. Почему лучше с Краснодаром? А Ростов как мы переехали, а они в шаге от тройки. По эмоциям лучше с Краснодаром дома. По качеству с Динамо в гостях. Скорее Динамо. Краснодар, Ростов, Ахмат. У меня выбор между Краснодаром на РЖД и Динамо. Наверное, все-таки больше склоняюсь к первому. Локомотив Краснодар. Лучший матч однозначно дома Оренбург. Лучек света осенью. Симпатичного Оренбурга на поле не было. Ну, тоже, да, я не отметил этот момент, но это же не Оренбург, который стоит на вылет. Это Оренбург, который оказался выше нас в турнирной таблице. И мы его разнесли 5-1. Неплохой матч. По качеству и цельности Динамо Локомотив. По характеру Локомотив Краснодар. По значимости для подъема 1 матч с Ахматом выезд. Однозначно 3-2 с Краснодаром. По эмоциям Краснодар весной. По игре, наверное, против Нижнего в гостях, когда 4-0 выиграли и вообще ничего сделать не дали. Какой же рандом осенью происходил, будто не очень удачливый чел монетку бросал. Лучший матч с Динамо, потому что самые свежие суперэмоции. Лучший матч Лока Краснодар 3-2. Динамо 4-2 дважды отыгрывались при полном стадионе на глазах у Льва Лещенко и группы Добро. Отыгрывались мы всего один раз. Мы повели в счете, потом нам забили два, мы отыгрались и соответственно выиграли. Динамо Локомотив Краснодар 3-2. Динамо было совсем дохлое. Краснодар на этом этапе был не совсем мертвяк. Победа приятнее. Ахмат Лока я посидел. Динамо красиво, важно, драматично. С Краснодаром 3-2. Хорошо запоминается последнее. Динамо Локомотив 2-4. Краснодар 3-2. С Оренбургом перепутал, понял. С торпеда в Лужниках хорошо было. Где 3,5 болельщика сидел и Крапукас забил. Ну такое. Краснодар 3-2. Ну у вас больше все-таки голосов про Краснодар. По ощущениям больше голосов вы оставили, что лучший матч был с Краснодаром 3-2. Я прекрасно вас понимаю. Абсолютно прекрасно вас понимаю. И все-таки я наверное проголосую за Динамо. Не то. Объясню почему. С Краснодаром был невероятный эмоциональный матч, который хорошо запоминается, который точно будет в памяти еще долго, который наверное было бы было бы здорово посмотреть на стадионе, но в этом матче было много неприятных моментов и много ну наверное такого какого-то стечения обстоятельств, потому что Краснодар нас переигрывал, потому что в первом тайме Краснодар хорошо играл в футбол, мы с трудом сопротивлялись Краснодару и там были вот эти вот моменты совершенно непонятные для меня как Конти отскакивал от Кордовы, как Смольников на ровном месте удалился и концовка была очень нервная, да, то есть вот для интриги, для просмотра этот матч просто невероятно крутой, но при этом если бы не было матча с Динамо, который тоже по эмоциям был очень крутой, но при этом и по качеству игры с нашей стороны он тоже был гораздо кто же был на уровне с Краснодаром я бы наверное проголосовал за Краснодар но Динамо это та же самая волевая победа не с 0-2 но с 1-2 это серьезный соперник на с которым у нас с 2019 года по-моему не очень хорошо получается играть это победа которая в итоге нас в первую половину в первую восьмерку занесла и это победа в которой чувствовалось что несмотря на результат несмотря на то что Локомотив проигрывает по счету несмотря на два пенальти которые поставили в наши ворота Локомотив сильнее соперника что это не случайность что это не повезло что это не из-за того что там не знаю Рамирус ударился на ровном месте это потому что мы лучше играем в футбол и несмотря на стечение обстоятельств мы все равно лучше и мы все равно победим и возьмем свое и вот от этого ощущения как-то очень хорошо и очень тепло на душе и соответственно опять же нервный матч очень нервный очень выматывающий матч но при этом и с большим количеством положительных видов положительных эмоций в отличие от матча с Краснодаром где негатива тоже было достаточно как красиво я заложил динамо больше за динамо опять додумываешь как с лайвами посчитаешь потом мне полную статистику приведешь я поменяю так лучший матч есть давайте давайте перейдем к такому такому опять же немножко абстрактному такой абстрактной номинации как крыса сезона нет ну ладно раз объявил крысу сезона не абстрактная номинация абсолютно адекватная номинация крыса сезона готовьте ваши у нас кстати была крыса сезона в прошлом году ее выиграл Маркус Гиздель я помню замечательный тренер у меня пять номинантов но из них наверное три прям понятных номинанта и два с натяжечкой выброс про Зиньковского обсудили уже а что его обсуждать вбросов сейчас довольно много ну а куда от них деться локомотиву интересен полузащитник Спартака Антон Зиньковский сообщил в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов 27-летний футболист перешел в Спартак из Крыльев Советов в июне 22-го года подписав контракт сумма трансфера составила около 3,2 миллиона евро локомотив заинтересован в Зиньковском и Спартака на этом все новости к этому часу обсуждать пипец просто сколько всего есть что локомотив заинтересован в Зиньковском локомотив заинтересован воспитанники Чертанова на правый фланг атаки вот это да вот это никогда такого не было и вот опять ну Зиньковский ну че Зиньковский Спартак за сколько Зиньковского будет продавать как вы думаете до какого числа контракт у Зиньковского как вы думаете до 27-го года за сколько Спартак в локомотив продаст Зиньковского который в этом сезоне у них сыграл 28 матчей 3 плюс 5 сделал да по минутам не очень много 1200 но все равно сколько 7 миллионов 10 миллионов ну давайте потом наилю Умярова еще купим итак крыса года крыса года Ян Кухта человек который свалил в сборную Чехии и решил из нее не возвращаться нам рассказали про какие-то семейные проблемы на ушко нашептал там цорн кому-то про болезни в семье у Кухты но после этого в черской прессе не было ни намека на то что есть какие-то семейные проблемы у Яна Кухты поэтому крыса года номинант номер один номинант номер два Идриньо человек который приехал в Россию узнал что тут холода узнал что тут нужно играть в обороне перессорился со всеми уехал в Бразилию и там умудрился попасть под следствие за домашнее насилие не крыса ли Педриньо я думаю что самое настоящее номинант номер три Вилсон Исидор человек который решил что ему нужно срочно уезжать во Францию получил предложение сначала из одного клуба очень сильно хотел в Лориан потом оказалось то что Лориан не готов платить за него деньги готов платить Леон поехал на медобследование в Леон провалил медобследование приехал обратно в Россию лечился два месяца вышел и как ни в чем не бывало начал забивать голы ну не крыса ли номинант номер четыре Джирано Керк новоявленный чемпион Бельгии сыграл товарняк на сборах на него очень сильно рассчитывал галактионов а потом подошел к руководству клуба и сказал что я наверное поехал вы тут оставайтесь у вас тут есть Пеняев у вас тут есть Глушенков я что-то бороться за место в составе вообще не хочу поеду-ка я в Антверпен поехал в Антверпен стал чемпионом Бельгии и судя по всему возвращаться не собирается крыса самая настоящая ну и пятое место пятое с натяжкой ну потому что у меня везде пять мест почему бы почему бы не не натянуть туда Тина едвая который точно так же зимой взял и свалил из локомотива осенью страдал какой-то херней играл плохо играл ужасно играл отвратительно играл так что за голову хватаешься а потом просто свалил в Арабские Эмираты помахал ручкой и сказал что все до свидания итак может быть у вас есть свои варианты кто крыса в в этом нашем замечательном сезоне крыса цорн Ольга Сучкова за подставу Лени Лени Шлыкова но история темная здесь ничего не могу сказать вам с большой достоверностью и думаю что там есть правда нам в чатике 1.2 рассказывал о том что конфликты у Сучковой со Шлыковым были но никто Шлыкова не сливал точнее Сучкова Шлыкова не сливала просто безопасники нашли этот пост и захотели убрать человека тут Педро Педриньо Джирану Керк слился под самым тупым предлогом Педриньо Педриньо просто распиздяй скорее Керк чем Кухта все ходящие на стадию включая меня несмотря на фан айди не считаю этих людей крысами Педриньо Педриньо скорее тупость года Педриньо дурачок года крысу даже сложно назвать пусть будет Кухта Крыса это Кухта Педриньо Исидор вообще не трогайте выходит в каждом матче забивает и посты с красно-зелеными сердечками летят через день но при этом завтра его позовет Леон и он снова скажет то что ааа ну я люблю этот клуб и люблю этих болельщиков но Лига чемпионов это это даже еще лучше вот Керк пожалуй да Исидор хоть вернулся в отличие от Кухты Кухта он никому не нужен был во Франции вот и вернулся Изи слишком круто вернулся Керка так как Кухту не прессовали просто воспользовался ситуацией Цорн слишком люблю Исидора чтобы крысой его называть поэтому Кухта Педриньо хотя нет отмена Кухты забыл про Педриньо или Кухта или Керк фига у вас разброс только едва не попал под раздачу ну Исидор в меньшей степени но Исидор просто все любят Исидора за его голы поведение Исидора я думаю что не меньше заслуживает звание Крысы года по поступку Исидора но скорее лицемер года Самедов ушел не поддержал команду в сложный момент мне кажется Самедов давно ушел блин Крыса года крыса сезона точнее даже не года короче что думаю я думаю что в меньшей степени наверное можно называть крысы года Кухту во-первых он ушел в Спарту добились условий хороших по аренде нам за него заплатили и я думаю что на Кухту действительно сильно давили в Чехии и ездить летать в Европу стало гораздо сложнее и семья у Кухты молодая поэтому в целом понять Кухту могу не осуждаю не одобряю уехать в сборную и не вернуться в Россию это так себе Корнетко ушел еще в прошлом сезоне и Корнетко был у нас в номинантах на прошлую крысу года но выиграл Гизбель вот Педриньо сложно назвать Педриньо именно крысой вот Педриньо действительно дурачок года номинации дурачок года это прям номинантов даже нету кроме Педриньо слишком явная победа как лучший тренер Галактионов так и дурачок года Педриньо сказать что он подставлял команду что он как-то втихаря что-то делал за спинами договаривался как вот например мы про Пабло узнали за тем что он взял и за спиной договорился и уехал в Бразилию хотя с ним была договоренность что он останется это крыса вот это прям в крысу действовать Педриньо действовал открыто просто просто глупый человек а вот Исидор и Керк это действительно две крысы которые приехали на зимний сбор все такие радостные все такие да да мы с командой мы точно здесь нам ничего не надо и сначала один уехал а потом второй пропал вроде никто не крыс на самом деле ну нет нет я назову Керка Керка крысой который действительно придумал какую-то ну самую ну и тупейшую причину которую только можно придумать что вы там Пеняева купили я не хочу заниматься борьбой за место в составе поэтому я поехал в Анферпен где эта конкуренция еще выше ну как-то прям ну и права выкупа никакого нету и да он в итоге стал чемпионом Бельгии но ехал он в третью команду Бельгии у которой не было каких-то гарантированных еврокубков ну нет еще был начальник команды который карточки Баринова не посчитал перед Акроном но это не крыс это тоже дурачок сезона это правда и чел который в итоге текст написал на сайт Локомотива объясняющий почему мы проебались с карточками Баринова это тоже дурачок сезона но оказывается нет там были конкуренты у Педриньо я зря я зря так говорил а Баринов не крыса хотел свалить в Турцию и оставить команду вылетать в ФНЛ ну хотеть не значит жениться давайте вам я поставлю что вы проголосовали за всех четырех потому что действительно голоса очень сильно распространились где я еще в лучших официальных видео понял осенний бар тоже крыс осенний бар гений давайте вот я хотел абстрактное как раз про осеннего бара медиа события сезона медиа события что вам запомнилось именно в медиа плане не в то что происходило на поле а в том что происходило за пределами поля с футболистами локомотива с руководителями локомотива с клубом локомотив хотеть не значит уехать и Сидор никуда не уехал по факту по факту уехал просто по факту он еще и вернулся потому что оказалось что какая-то травма то ли настоящая то ли выдуманная но по факту уехал уехал предсезонку пропустил чем-то занимался все но в итоге остался с нами и поэтому да поэтому я думаю что все-таки Керк у Сидора была хотя бы какая-то мотивация Франция Ларьян который хорошо играет Леон который в Лиге Чемпионов зовет можно понять почему Сидор взял да сорвался и никого не предупредил а Керк уехал хрен пойми куда итак медиа события сезона часть этих медиа событий мы уже повспоминали начнем с ухода Леонида Шлыкова только-только мы успели порадоваться тому что у Локомотива вдруг неожиданно появилась пресс-служба только Леонид Шлыков начал что-то как-то выстраивать и появились хорошие видео типа Баковки как вдруг гром среди ясного неба оказывается в своем фейсбуке Леонид Шлыков написал написал неоднозначный пост сказав то что в целом то что происходит сейчас это не совсем хорошо ну вот ну вы понимаете ну что в общем и целом что война это говно собачье и это раскопали безопасники это тут же пошло в РЖД в РЖД естественно сотрудники не имеют права в своих фейсбуках писать такие крамольные мысли и буквально сутки двое и Леонида Шлыкова в Локомотиве не оказалось на мой взгляд огромная потеря для Локомотива и нужно было костьми ложиться но сохранять Шлыкова в команде потому что все кто оставались на тот момент в команде Локомотива даже ну близко не уровня Шлыкова потом ну вот сейчас ну тоже нет тоже нет я не готов сравнивать Загуменова и Дерябкина с Шлыковым это конечно совершенно разные уровни понимания происходящего в мировом футболе появление на Локот ТВ Ирины Почебякиной мы посмотрели последний как это вообще рубрика называется ну короче последний ее выпуск но в целом появление Ирины Почебякиной в Локот ТВ это прям глоток свежего воздуха потому что неожиданно клуб перестал быть пафосным с серьезным лицом а начал делать что-то веселое смешное и совершенно не серьезное это номер два номер три Дзюба в миллионах шоу тут написали что Дзюба и его походы на всякие матерные шоу что Дзюба и Лео я думаю что в целом это конечно появление Дзюбы в собственном шоу да собственное шоу Артема Дзюбы вау ну так нельзя блять феноменальное шоу я посмотрел целых два выпуска потом понял что ну все таки наверное для меня это слишком кринжово потом Дзюба сходил на плохие спортивные новости и порадовал нас замечательной шуткой что типа ладно я не буду это произносить потому что это слишком плохо я скукожусь от стыда мя ошуительное хоу с Гариком Харламовым и Тимуром Батрудиновым где он еще побывал да короче где только не успел побывать Артем Дзюба и это кошмар какой-то ну я не то чтобы против того чтобы Дзюба ходил на шоу ну куда так много больше Дзюбы на шоу стал ходить только Леонид Слуцкий потому что он оказался вообще везде думаю что Дзюба там скоро и в медиафутболе будет и в каких-нибудь а он еще к этим к ФК-10 ходил на он уже в медиафутболе точно я забыл короче Дзюба в миллионах шоу это 100% номинант на медиа события сезона еще еще один номинант на медиа события сезона это Дмитрий Баринов который давал многочисленные интервью в различном телеграм-каналам и одно из них стало крылатым там где Дмитрий Баринов сказал что кое-кому в команде такое ощущение что до пизды ну там запикали но мы понимаем что именно Дмитрий Баринов имел ввиду и ну это было резонансно Дмитрий Баринов в целом достаточно много наговорил этой осенью и это интервью потом я долго разбирал много разбирал и говорил о том что ну для капитана такое интервью давать нельзя ну ты капитан ты должен такие вещи решать внутри раздевалки а не отвечать на провокационные вопросы которые тебе задают телеграм-канал и в противовес этому там выходило интервью Артема Карпукаса который чуть не плачет говорил о том что да я там плохо играю да там мы должны все играть лучше мы занимаем не то место которое должно мы все работаем но не получается и Дмитрий Баринов который играл отвратительнейшим образом осенью рассказывает про то как кому-то там до пизды это это было очень плохо со стороны Бары но слава богу что Барр исправился этой весной и что я еще хотел бы отметить как медиа события года это интервью Нагорных потому что я стал смотреть все интервью Нагорных до которых только добираюсь это ну это лицо это просто такой добрый дедушка это такой добрый дядя это вот человек который тебе предложат леденец и пригласит в свою машину а затем в подвал к себе затащит эти его формулировки эти его умения уходить от любого вопроса эти его абсолютно бюрократические номенклатурные фразочки не знаю по-моему Нагорных который почувствовался медиа звездой это прям огромный кайф я жду не дождусь каждый раз когда его будут всякие футбольные биги ловить в по трибунам пространстве интервью Нагорных то же самое что постоянно комментарии Мечерякова нет Мечеряков острый на язык Мечеряков и Нагорных это две ну не крайности конечно но ну в какой-то степени да то есть Нагорных дает интервью в котором в итоге не сказано ничего ну ни крохи информации вы из этого интервью не получите но он при этом будет так улыбаться ну мне не получится у меня не такое строение лица чтобы косплеить Нагорных но он такой добрый он такой душка он тебе будет говорить о том что тебя сейчас собаки съедят и закопают потом где-нибудь за забором и будет улыбаться и такие добрые глаза у него и прям такой лапочка такой пусечка вот а Мечеряков он рубить правду матку рассказывать анекдоты острый на язык чувствует что у него есть чувство юмора поэтому дает сейчас комментарии Нагорных когда уйдет из локомотива он не будет давать никаких комментариев по поводу локомотива потому что ну а зачем ему это надо а Мечеряков продолжает давать комментарии продолжает думать что он разбирается в футболе и комментировать все на свете поэтому нет поэтому не совсем то кажется мы стали забывать поддержку Александра Большунова господи какой кринж был но это еще до Шлыкова да это у нас замечательный Бедарев старался вернулся теперь на телеканал матч ТВ работает репортером интервью Казакова с Нагорных много важной информации захватывающие кадры неудобные вопросы неожиданные ответы всего этого там не было но был добрый вайп под который я уснул мне кажется тех легов кто растет с нами и хочет потом уехать в топ клуб сложно обвинять изначально это и была стратегия клуба так и хотели я никого не обвиняю я делаю премию золотой ротенберг в котором есть номинация крыса сезона номинация есть мы ее вручили тупое шоу Дзюба и Лео пресс-релиз после кубка с Акроном такой медики даже при сове не было да это это факт да но это вот мы уже определились что нам нужна новая номинация дурачок года в которой фантастическая просто отмаза о том что начальник команды решил что карточки обнуляются посреди двух матчей со Спартаком ну вот такой вот у нас начальник команды вот он решил что а че нет то ну вот в регламенте хрен пойми что написано наверное карточки обнуляются между двумя матчами со Спартаком ну это же нормально нет ну ни с кем не буду советоваться подписание Вани Карпа тайным агентом клуба его инсайды который сбивается на 90% Баринов про им до П интервью Баринова про отношение легов к работе интервью Казакова с Нагорных Дзюба его подходы на матерные шоу в какую номинацию можно отнести позор в кубке имею ввиду появление Баринова когда не должен был насмешили всю Россию особенно если бы выиграли в матче но у нас будет следующая номинация худший матч можете отнести прокол медиа скучные кружки в телеге появление Дзюбы и его супер позитив подшебякина разговор Те Князяна с болельщиками в итоге Лока выиграл 3-4-5 матчей интервью Дзюбы Нобелю Арстамяну где он открыто поддержал войну главные медиа события еженедельный обзор игр команды они выиграли но не по игре милота года с подшебякиной интервью Нагорных то же самое что и постоянный так это я читал взгляд Нагорного в гифке для меня медиа события это беседа с Ласьковым с еще подкасте затем подшебякина тоже кстати да поход Ласькова это медиа события не просто сезона интервью Ласькова это событие десятилетия примерно раз в 10 лет Ласьков дает крупное интервью и о чем-то рассказывает за Нагорных Нагорных так нельзя плюсы минусы подводные камни думаю что будет довольно скучный выпуск чиновник из классической литературы да да ну Гоголь вот чистый Гоголь доброе лицо которое тебя сожрет но такое доброе вот мы выиграем блять 3-4-5 матчей и как потом будешь со мной разговаривать да это было резонансно представление Дзюба в команде в роли таксиста Смольникова гениальное видео я только сейчас понял что лучший трансфер локомотива в нынешней ситуации это Ротенберг и Нагорных новые рубрики ежи круги и ежи после игры ну хоть кто-то меня отметил спасибо большое Фадео я уж думал никто не отметит вообще не медийный получается ладно блин сложно выбрать честно сложно выбрать потому что ну рубрика такая где сравнивать прям очень тяжело каждый каждый из этих моментов по-своему хорошо по-своему приятно по-своему интересно уход Шлыкова очень серьезно повлиял на медийку но тем не менее да это было в начале сезона у нас была куча времени у нас уже новая пресс-служба наверное уже замылилась забросалась и мы не знаем как все-таки было бы если бы Шлыкову дали поработать под Шебякина отлично влилась в медиакомпанию но мне кажется что это все ну как-то временно и очень быстро может закончиться вот это вот меня очень серьезно пугает очень серьезно беспокоит что она все-таки футболистка она защитник и может быть что ну вот сейчас поигралась ей надоест и все и вернется к своей футбольной карьере а мы останемся без всего на свете дзюба в миллионах шоу да дзюба в миллионах шоу это конечно рубрика кринж года но надо сказать что шумихи от дзюбы действительно ну очень много мы все прекрасно видели когда я вам там показывал недавно что любое интервью содержит в себе вопросы про дзюбу любое абсолютно любое интервью и уже даже рофлет к журналисты на пресс-конференциях о том что какая пресс-конференция без вопроса про дзюбу расскажите про дзюбу и все в таком духе это очень резонансно я думаю что дзюба вот если мы говорим про медиа события года то дзюба порвал медиа пространство наверное мой голос за него интервью бары было ситуативно очень важным очень резонансным но наверное если бы в итоге команда оказалась на 12-13 местах не было бы никакого дзюба я бы сказал что бара да бара много наговорил и зря это делал но интервью на горнах это просто такой добрый рофл поэтому мой голос за дзюбу у вас был большой разброс но мне кажется что вы в целом тоже за дзюбу тупые шоу дзюбы дзюбы его походы появление дзюбы интервью дзюбы ну и много разных вариантов так что дзюба наверное и у вас тоже ассоциируется с медиа событием года у нас осталось 4 рубрики в которых у меня есть варианты ответа и 3 рубрики в которых у меня вариантов ответа нет но вы их попросили добавить давайте с наименее значимой рубрики прогресс года кринж года итоги сезона от аршавины грузками в частности их тезисы про локомотив в их передаче на ютуб канале смотрел но не очень много кринжа потому что ну что там за эти полторы минуты итогов про локомотив можно было накринжевать прогресс года ребят прогресс года шея затекла давайте прогресс года люди про которых мы в начале сезона знали очень мало и соответственно к концу года они реализовали себя на 100% начнем наверное с людей которые у нас уже появлялись это например Марио Митой это новичок сезона он появлялся его толком не использовали выпустили в нескольких матчах как-то ни то ни сё не было да он в старте на паре нн появлялся мы тот матч с паре нн проиграли потом его выпускал Галактионов в кубковых матчах и тоже что-то ну не то и вдруг неожиданно тоже кстати в матче с паре нн его выпускают по-моему со старта на позицию крайнего нападающего потом он переходит на позицию крайнего защитника после этого его Галактионов начинает выпускать все чаще и концовку сезона он проводит как основной центральный защитник локомотива причем такой что как будто он всю жизнь на этой позиции у нас и играл прогресс огромнейший прогресс года Егор Погоснов тоже про него уже поговорили тоже начинал как ну игрок просто молодежки который и привести мог в молодежном первенстве и в общем не выглядел каким-то прям главным центральным защитником в молодежной команде там еще и Иваньков был который смотрелся гораздо лучше в том же самом амплуа большого защитника в итоге Иваньков где-то где-то а Егор Погоснов на какой-то момент на достаточно длительный момент стал основным центральным защитником локомотива поиграл в паре с Макеевым поиграл в паре с Кузьмичевым и в общем и целом ну были ошибки безусловно были ошибки но и игрок 2004 года рождения прогресс огромный Сергей Пеняев 2004 год рождения сложно наверное сказать про какой-то прям невероятный прогресс но конечно игрок с каждым годом прибавляет на начало этого сезона мы все еще думали что Пеняев это просто молодой парень который где-то что-то финтит но в итоге Пеняев и за крылья забивал и за локомотив тоже довольно важные матчи провел Артем Карпукас Артем Карпукас начинал этот сезон человеком конечно основного состава но на некоторые матчи его в запасе оставляли на некоторые матчи его в перерыве меняли на некоторые матчи его там на 60 минуте меняли и ну как-то вот ощущение что тренеры ему прям сильно доверяют и он центр команды его не было к концу года я думаю что ну ни у кого нету вообще даже мнения о том что если Карпукас здоров и Карпукаса нету дисквалификации то Артем будет в основном составе локомотива ну мне кажется вернее чем Дмитрий Баринов то есть если вдруг неожиданно появится в локомотиве какой-нибудь еще центральный полузащитник то он скорее вытеснит Дмитрия Баринова чем Артема Карпукаса вот более основного игрока это только Илья Лантратов чем Артем Карпукас поэтому прогресс невероятный ну и давайте отметим прогресс Исидора который начал вообще карьеру в локомотиве с по-моему семи подряд забитых мячей но потом как-то приостановился да у него голевая засуха была он что-то забивал но скажем так голов у него было по-моему три или четыре за осеннюю часть сезона и в общем и целом мы как-то ну и Сидор и Сидор да оказывается все что было в начале его карьеры это ну стечение обстоятельств а потом он вернулся и начал забивать с каждого выхода на замену и в итоге настрелял 10 голов за этот сезон и отдал там 5 голевых передач хороший очень добротный результат 10 плюс 5 у нас не так много игроков вообще 10 плюс 5 за сезон делали в истории локомотива по крайней мере последних лет и безусловно для меня это большущий огромный прогресс Исидора потому что ну мне кажется что он тоже очень многое переосмыслил за свою вот эту вот попытку выехать во Францию и где-то там закрепиться и сейчас он ценит каждое мгновение безусловно прогрессов было много при Галактионове практически каждый игрок спрогрессировал вижу, что вы много пишете за Тикнезяна за Нинахова действительно огромнейший прогресс у этих ребят тоже есть Тикнезян Карпукас Карпукас Тикнезян Погостик Нинахов Карпукас 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 Без Вариантов Карпукас Тикнезян Нинахов прогресс года Дзюба Карпукас номер один Карпукас, в отличие Все-таки открытие года О нем, в отличие от Технезиана, я ничего не знал Марио нормально осенью играл Карпукас Нинахов Наибольший прогресс у Карпукаса Карпукас, что ли, наконец Хотя он с первых игр начал феерить по-опорниковски Так что, как это ни удивительно, но скорее Нинахов для меня Именно как прогресс Карпукас Прогресс года физическая форма весной Дайте этим дикарям еще 10-20 матчей Карпукас, Глушенков не прогресс года Ну нет, Глушенков не прогресс года А в чем прогресс года Глушенков Глушенков всегда много забивал Ему 23 года Его прекрасно и знали У него 10 плюс 11 в этом сезоне В прошлом 7 плюс 2 Ну, больше, конечно Надо не сказать, что прям Вах Вах Вообще не ожидали В 19-20 было 8 плюс 2 В 18-19 было 12 плюс 8 в первом дивизионе В ФНЛ В ФНЛ, но это и было 4 года назад Это было в 19 лет В 19 лет человек 12 плюс 8 делает Ну, мне кажется, что Вряд ли все-таки Это какой-то прям сильный прогресс Просто показывает свой уровень Метай не прогресс года Потому что не с чем сравнивать С метаем начало этого года Начало этого сезона Технезиан Это путь от звания Распил и привоз года До игрока сезона И сборника Пеняев просто взрослеет Погостного рано хвалить Только начал попадать Карпукас Для другой рубрики У него не было в этом году Из грязи в князи Метай Нинахов А каким был Нинахов Только свистни он появится Карпукас не прогресс Он в прошлом году был крут Конечно же, всем хочется Карпукаса Но как же хочется отметить Технезиана Думали, сломается Много за Карпукаса проголосовано Но не меньше, мне кажется И за Технезиана проголосовано Ты же сам говорил Что не ожидал от глуши А теперь ожидал Я говорил о том, что Глушенков Я не ожидал, что он в локомотиве Так сильно раскроется Да, это удивление для меня Но Прогресс-то в чем? Я У нас рубрика не удивление же вроде, да Никто поразил тебя больше всех Тогда, да Я, наверное, бы Глушенкова поставил Но рубрика прогресс И в начале сезона Глушенков забивал В конце сезона Глушенков забивает Перед сезоном В прошлом сезоне Глушенков забивал В первой лиге Глушенков забивал Я удивлен, что В локомотиве Глушенков себя обрел Потому что мне казалось, что это больше игрок Для середины лиги Все-таки это именно прогресс А Пукс никогда не был сильно херов Меняю голос на Текнезяна Ладно Ваш голос тогда будет за Текнезяна В прогрессе Ваш голос красным А я, наверное, все-таки проголосую за Карпукаса Потому что, на мой взгляд, Карпукас спрогрессировал Да, он не был херов Да, он не был плохим А потом внезапно стал хорошим Но я думаю, что Карпукас Сам тоже прошел Очень длинный путь За этот сезон И Начинал он все-таки Да, как Игрок основы Но ближе к человеку Которого могут в любой момент Там заменить на Беку Если бы он не ушел На Мардешвили На человека Который не всегда в состав попадает На человека Которого поменяют Если надо Ахмат победить И он сам боялся Игру на себя брать Он сам Передачи, например, боялся Отдавать Все время ближнему Какому-нибудь играл Это Обедняло его игру Но с каждым матчем Карпукас все больше на себя брал Потом забил торпеда И сейчас Уже действительно Сложно представить Локомотив без Карпукаса А в начале сезона Я каждому тренеру говорил До какого черта Вы его меняете Так что для меня Все-таки прогресс года Это Артем Карпукас Так Давайте Давайте повспоминаем Лучшие голы Тики в прошлом году Ротенберга В этой номинации получил Ну а он сейчас Еще лучше был Но это ваш Ваш выбор На мой взгляд Прогресс Тикнезиана Не такой Большой Да Просто Видимо для вас Тикнезиан Начинал с нуля И закончил На хорошей отметке Для меня Тикнезиан Уже в принципе В прошлом году Уже показал Что он хороший футболист И может играть в футбол В чате Что много голосов Что много голосов Было за Тикнезиана Которого я даже Не упомянул Давайте лучше Гол сезона Повспоминаем Это самая сложная Для меня рубрика Потому что Голов в этом сезоне Неожиданно было Много Такого результативного Сезона У Локомотива На самом деле Не было Очень давно Давайте даже Посмотрю Когда И был ли вообще Ну Кучуковский сезон Был ли он более Результативный Чем этот Локомотив забил 54 гола 54 гола Для Локомотива В 30 матчах Это Хороший результат В сезоне 21-22 Локомотив забил 43 На 11 Меньше До этого 45 Меньше До этого 41 Сильно меньше 45 Меньше Локомотив 41 В чемпионском сезоне Меньше 16-17 39 Вообще 43 31 В сезоне 14-15 Гол за игру Вот это был веселый сезон Божевич Обожаем 13-14 Локомотив забил 51 гол То есть даже В сезон Кучука Мы забили Меньше Чем забили В этом сезоне Заняли 8 место Но при этом Невероятно много Забивали 39 49 34 Получается Самый результативный Сезон В истории Локомотива 37 Потому что Здесь мы тоже Мало забивали 39 47 41 44 И здесь 54 Нет Вот В 2003 году Забили Столько же Начиная с 2002 года Только в 2003 году Мы один раз Забили столько же Сколько в этом году Самый Самый Невероятный Результативный Сезон Поэтому Ну честно говоря Мне было тяжело Вспоминать голы Я вспомнил То что На поверхности То что Прям вот Сильно на поверхности Это Гол Мордишвили Ростову Я думаю Все прекрасно помнят Этот гол Который стал Голом Сезона Во всей Российской Премьер-лиге Через себя На 93 Минуте Гол Который Принес нам Ничью Гол Глушенкова Оренбургу Это гол В котором С левой ноги Просто Разорвал В 99 Было Голов 60 Легко Проверить Да 62 гола Забил Локомотив В 1999 Году Но Это уже Темно-зеленые времена Я уже Это и не помню Глушенков Оренбургу С левой ноги Порвал Паутинку Очень красивое Исполнение Здесь же Может быть И гол Глушенкова Динамо Тоже Хорошее Красивое Исполнение В косашечку Глушенков Короче Дзюба Который Забивает Паре НН пяткой Дзюба Который Забивает Скорпиону Скорпионом Химком И Ваши Варианты Я честно говоря Ну было Было много Достаточно Вариантов В которых Мы забивали Хорошие Комбинационные Голы Я даже Отмечал Что мне Такие Голы Нравятся Больше Чем Голы Не знаю Случайностью Пяткой В том же Матч С Паре НН Были Хорошие Красивые Голы После Комбинаций В 2003 Да В 2003 Тоже Было 30 Матчей И даже В 99 Матчей Ваши Варианты Если Вы Что-то Вспомните Если Что-то Хотите Сказать Давайте Вспоминать Но я думаю Что на самом Деле Ну Гол Мордишвили Признали Лучшим Голом Сезона Во всей Российской Премьер Лиге Но кто Мы Такие Чтобы Спорить С Российской Премьер Лигой Согласны Узнали Итоговое Количество Голов Одна из Главных Неожиданностей Учитывая Начало Сезона Чтобы Мы Могли Вытворить С этим Сезоном Будь Голой И этот Состав С самого Начала Узнаем Пукса Ворота Торпеда Кстати Хороший Гол Да У Карпукаса Отличнейший Гол Был Комбинационный С пяточкой Игнатьева Пяточек У Игнатьева Было много Но это Одна из Немногих Которой Прошла И Пукс Который Засунул Торпеда Гол Важный Гол В дерби Гол Первый Для Карпукаса В целом Согласен Да Этот Гол Действительно Может Претендовать Название Лучшего Перед Голом Антона Факелу Было Две Стенки Хороший Гол Хороший Безусловно Антон Породистый Гол Положил Наверное Для меня Все-таки Чуть 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 Буквально Насаемую Капельку Если брать Дальние Удары Гол Глушенкова Был Красивее Но Комбинация Которая Привела Голу Действительно У Антона Была Лучше И Вот Этот Прокат Меча Под Ногой Который Когда Ты Улучшаешь Сам Себе Позицию Прокатываешь Его И Бьешь По В Девятку Прям Очень Сильно Понравился Исидор Спартаку И Нижнему Новгороду В самом Начале Ну Нижнему Новгороду Был Такой Классический Исидоровский Гол Спартаку Я Вспоминаю Этот Гол По-моему Просто Ну Просто Гол Спартаку Тем более Мы там Проиграли Не очень Первое место Гол Глушенкова Динамо Второе место Гол Дзюба Скорпионом Третье место Карпукаса Сочи Карпукасу Сочи Ну там Слишком много Рикошетов Я такое Не очень Люблю Гол Сезона Мог быть За Батраковым С передачи Ракова Качественный Скорпион Жаль не залетел Ну это Конечно Да Это безусловно Гол Антона Спартаку В кубке Считается Да Считается Если вы считаете Что он Хороший Если вы считаете Что он красивый Да Но Здесь в данном случае Я бы даже Скорее на гол Факелу Больше поставил Гол Игнатьева С передачи Худи Симпатично Навсегда Захватывают Голевые действия Кипера Да Я думал о том Включать Не включать Этот гол Но он такой Немножечко Простецкий Получился Но Да Это необычное событие Гол Камано На первой минуте С Динамо Дома Когда просрали Ну Гол головой С 20 сантиметров Навес Живоглядово Ух Гол Пеняше Ахмату Шведой Помните Мне кажется Довольно красиво было Понравился Гол Исидора Динамо Отличная комбинация Там Отличный Красивый Пас Мордишвили На Глушенкова Был На Глушенкова Да На Глушенкова Вот этот За этот пас Можно Прям Премию Дать Неожиданное Необычное И Уничтожившее Динамо Ну Ну Бой Бой Решающий Гол Был Спасительным И Гол Мордишвили И Гол Исидора ЦСКА Безусловно Гол Нинахова Внешне На сборах И это Тоже Было Гол Нинахова Урал Урал Конечно Урал Урал Забил Нинахов Это Конечно Жестко Необычно Было Никто Вообще Не ждал Что Нинахов Умеет Забивать Тем более Так Ну В общем В общем Так Я за Гол Мордишвили Ну Футбольная Красота И Действительно Важный Действительно Красивый Гол Вы Я думаю Что Тоже Со мной Особенно Спорить Не Будете Нам Осталось Две Номинации Выбрать Давайте Начнем С грустной Худший Матч Худший Худший Лучший Матч Мы с вами Выбрали Я За Динамо Вы За Краснодар Но У нас Были Еще И Замечательные Худшие Матчи После Которых Хотелось Пойти И Повеситься Давайте Снова Начнем Эту Замечательную Ретроспективу Зенит Локомотив 5-0 Был На матче Потрясающий Экспириенс Смотреть Как твою команду Насилуют В хвост И в гриву Это было Ужасно Матч с Коснодаром Я кстати не стал Вносить В свой список Худших Потому что Матч был Достаточно равным До 80 минуты Просто Ну Забили нам Потом Три Бывает Но В целом Матч был Абсолютно Равный Дальше 1-1 0-3 5-1 2-0 1-2 С Ахмата Мы тоже Когда гибки Смотрели Я говорил О том Что Этот матч Это Просто Катастрофа Для Локомотива Потому что Вот здесь 3-0 Победа 5-1 Победа Вот здесь Одержи победу И в целом Ну вот Ну Понакатанный Пойдет А мы В итоге Умудряемся Снять Карпукаса Выпустить Раканьяца И в большинстве Пропустить Отличие Судулаева Не забить Гол Имея Подавляющее Преимущество Над соперником Отвратительный Матч Ужасное Послевкусие Вроде Счет 1-2 А Вот Ощущение Как будто Тебя с ног До головы Обосрали С факелом 2-0 Просто Уже Все С Зенитом Тоже Долго Держались Мы с Зенитом Долго Держались Но они Нас насиловали Они С первой Ну С пятой Минуты Нас насиловали Ходили По нашей Штрафной Как себе Домой А просто Не забивали Гол А потом Начали Забивать И вот Матч 2-4 С Уралом Который Я ехал Смотрел С Валерой Известным В узких Кругах Болельщикам 0-4 Блестящий 0-4 И в концовочке Два мяча Отыграли Вроде как 2-4 Не так стыдно И позорно Но вот тоже Ощущение Что тебя весь Матч Просто Обмазывают Говном Не покидало Причем Не игроки Урала Тебя Обмазывают Говном А игроки Локомотива Которые Играют Так Как будто Впервые Друг друга Увидели И тут же 4-0 От Сочи Которые Не сказать Что прям В одну Калитку Потому что Были моменты У Локомотива Но Как-то Ощущение Безнадежности Уже Прям Сквозило Ну еще Забейте Ну еще Забейте Мы все равно Не сможем Поворотом Попасть А вы Забейте Еще Дальше Наверное А Дальше Будет У нас Еще Матч Будет К сожалению Матч Который Тоже У меня Попал В топ Худших И это Матч Локомотива Со Спартаком 2-4 Увы Ну Я помню Свои ощущения От этого матча Что да Несправедливое решение Судьи Да Там Пенальти били Да Там то Да там все Но Было ощущение Что Спартак Сильнее нас Хотя Не должен быть Вот Мы видим Каким Спартак В итоге стал И Ощущение того Что Ну Локомотив Должен был Этот Спартак Переигрывать Но почему-то Не смог И обидно Что это был Четвертый матч И было Хоть какие-то Надежды Что Локомотив Не проиграет Не будет Этих 4 поражений За сезон Но в итоге Все равно Проиграли Поэтому Этот матч У меня тоже Оставил Очень неприятный Осадок Ну и Акрон Локомотив Матч в котором Мы вышли С Дмитрием Бариновым Матч в котором Мы ничего не смогли Поделать С командой Первой лиги Матч в котором Нам забил Серега Макаров И мы проиграли По пеналям Потому что Иван Кузьмичев Оказывается Не умеет Бить пенальти А у нас На пенальти Даня Худюков Который Ничего не отбил 1-3 Динамо Ну Все Федоровские матчи Были одинаковые Я не могу Выделить матч Динамо Как какой-то Прям супер худший Ну Мы там забили Потом обронялись Пропустили Пропустили с пенальти Пропустили еще раз С пенальти в конце Ну такое Просто матч при Федорове Ничего Сверх Ординарного На мой Вот На мой взгляд Вот Вот я перечислил Матчи Которые прям Запомнились мне Ощущением безнадеги И безалаберности Того что Все плохо После матча С Акроном Я Там Довольно Гневные вещи Про клуб писал Которые Типа Ну Ну сколько можно Ну Исправляйтесь Ну вы уже полгода В клубе И вы по прежнему Все Какая-то прям Расхлябанность И безалаберность Но Потом пошло Поехало Краснодар Гостевой матч Возможно не самый ужасный Но когда ты его пробиваешь Это уж очень грустно Пожалуй голосуй Ну вот у меня с Зенитом Так было Хотя я говорил Что как-то у меня не было Какого-то прям Плохого настроения Именно после Зенита Потому что Ну Всего там Третий тур Казалось что Ну да Ну проиграли Ну бывает Ну там Судья налажал Мы там Карпукасу убрали Какие-то ошибки Ну ничего Сейчас наберем Тогда не казалось Что это катастрофа Вот если Матч 0-5 Был бы Не знаю В октябре Я бы сказал Что да Вот это конечно Жестко А тогда У меня почему-то Не было ощущения Что все пропало Номинация обиды Года была Я бы травму фасона Туда отнес Без вариантов Ну было разочарование У меня как раз Травма фасона Была в разочаровании Сезона Согласен Что передача Мордишвилина Глушенкова Отличная Но она привела Гола в отличие От великолепной Передачи Глушенкова Номерничука Старпеда Ну да Ну да Безусловно Дома с Уралом Когда было 0-4 К 88-й минуте Было Урал 2-4 Сочи Сочи в гостях Зенит 5-0 Однозначно Урал Зенит В гостях С факелом Приграли команду Которая 8 тысяч дней Не выигрывала в РПЛ Я пас Худший матч Выбрать нереально С Зенитом Долго держались Ахмат 1-2 Потому что в большинстве Худший локомотив Динамо Несмотря на гол На первой минуте Я впервые в жизни Ушел со стадиона При 0-4 С Уралом Какая беспросветная боль Поражение от Сочи Когда мы были Не хуже Педринев Сочи не забил Худшие 4 игры Со спамом Худший матч сезона Любой матч Весной При Гончаренко Тупо Отскакивали Каждый раз Но Причем тут Гончаренко Мы локомотив Выбираем Сезон Зеркальный И Худшие матчи Тоже зеркальные По эмоциям В Краснодаре Сколько не хожу На новый стадион Никак не можем победить Причем и играем Зачастую плохо По качеству Домашний с Динамо Полное уничтожение Локомотив Ахмат Свисток сломал игру Торпеда Локомотив И другие матчи Федорова Хоть вешайся Два кубковых матча Со Спартаком 1-3 Динамо Еще Ну кстати Я не знаю Вот вы многое пишите Про Динамо Но для меня Это не было Ну Я помню Что я писал Просто унижающий Уничтожающий Локомотив Писульки В Телеграм Потому что Ну это Вот это Настоящий позор Лично для меня Когда команды выходят И против Динамо Выходят играть В 11 человек Своей штрафной Для меня Вот это позор Но Просто Ну такие матчи Любой При Федорове Был вот именно такой Как выбрать именно Динамо Может в самом первом туре Когда рвать должны быть нижние Играя в большинстве С 30 минуты И с него весь сезон пошел По звезде Со Спартаком В обоих матчах засудили Вообще не согласен Что Спартак был сильнее И все равно победил Ребят Мне кажется Однозначно Урал Все остальные проигрыши Были соперниками уровня выше Но чтобы команда уровня Урала Нас возила 4-0 Никогда такого не было Да и в их в истории Они хоть раз 4 в РПЛ забивали Худший с Зенитом Матч с Ахматом В первом круге Печаль Урал и Сочи Матч со Спартаком Когда в черной форме играли Ну Для меня худший матч с Уралом Я не буду томить Для меня худший матч с Уралом Потому что вот Наверное Квинтэссенция Падения Локомотива Два гола Особенно ничего не спасают Это действительно был матч В котором нас переиграл соперник Уровня Урала На голову Не так что С Ахматом Да мы могли выигрывать Но не выиграли Не так что С Спартаком Там судья засудил И Проиграли очень обидно Здесь мы должны были Проиграть крупно И мы Чудом крупно не проиграли Наверное Нижняя точка Падения Локомотива При немцах Это вот матч с Уралом У вас разошлись мнения Тут и Сочи Тут и Спартак Довольно много Но много и Урала Ну и Динамо Да Вы очень много Динамо Повспоминали Давайте я запишу Урал Спартак И Сочи Все ребята У меня осталась Последняя номинация Последняя номинация Из Тех В которых у меня есть Кандидаты Лучший игрок Сезона Давайте Золотой Ротенберг Вот он Настоящий Вот он Реальный Золотой Ротенберг Будет уходить Лучшему игроку Сезона Все остальное Это было лишь Прелюдией К определению Лучшего Всех мы уже Сегодня вспоминали Я думаю Что может быть У вас Кто-то Свой появится Кто-то Кто-то Будет мною Не указан Но я хочу Отметить Следующих людей Которые На мой личный взгляд Внесли Очень важную Лепту В этот Сезон Начнем с Артема Дзюбы 8 плюс 3 Ну опять же Много говорили Лучший трансфер По вашему мнению Очень многое В игре команды Зависит от Артема Дзюбы Минус В том что пришел Только во второй Половине сезона Илья Лантратов Для меня Илья Лантратов Лучшее приобретение Один из Важнейших Главнейших Гороков Локомотива Здесь Сейчас Но опять же Только во второй Половине сезона Есть игроки Которые были И в первой Половине сезона Давайте отметим Что лучшим Бабардиром команды Стал Антон Миранчук Много голов Забито с пенальти Но и без пенальти Тоже Антон Забивает довольно много И лучший Ассистент По-моему Тоже Антон Миранчук Дайте я себя Проверю На всякий случай Локомотив Как это видит Трансфер Марк Потому что я считаю Что заработанные Пенальти Это тоже Очень-очень важно Нет Нет Или да Или нет Тотал 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 Да Антон Миранчук Шесть голевых передач Дмитрий Баринов Шесть голевых передач Но у Антона Миранчука Еще одиннадцать голов Одиннадцать плюс шесть Лучший бомбардир С одиннадцатью голами Включая голы в кубке И лучший ассистент Шесть голевых передач Поэтому Ну По гол плюс пас Антон Миранчук Безусловно Достоин быть В этом списке И он был в обоих В обеих половинах сезона Наирте Князиан Которого Мы с вами Записали в прогресс года Вы записали По крайней мере В прогресс года Наирте Князиан Человек Который сделал Пять плюс пять С позиции левого защитника Человек Который пять раз Попал в сборную тура Соответственно Попал в сборную сезона На позиции Где играет Дуглас Сантос Этого дорогого стоит Я вам скажу Наирте Князиан Прекраснейший сезон Его болельщики Готовы были выгнать Наверное После каждого матча Я об этом говорил В матче В обзоре на торпедо Что Наирте Князиан Человек Которого готовы выгонять Но при этом Ну Сезон провел Текнязиан Лучший в своей карьере Сто процентов И Сто процентов Достоин попасть В голосование На звание лучшего Всего сезона Исидор Который сделал 10 плюс 5 11 плюс 6 Сделал Антон Миранчук Но у него было много Голов с пенальти Если брать Без пенальти То лучший Бомбардир нашей команды Это Уилсон Исидор Очень много Стал забивать Под конец сезона И Ну Тоже один из двигателей Команды Благодаря ему Было заработано Большое количество Очков Ну и конечно 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 Артем Карпукас Вы все прекрасно знаете Вы все это Все это Пишите Много Много раз Написали фамилию Артема Карпукаса Но Я думаю Что это уникальное достижение Что Артем Карпукас С первого Своего Месяца Попадал во все Подборки Лучшему игроку Месяца Вот то есть Команда Запускает голосование За звание Лучшего игрока Месяца И там Всегда Был Карпукас Я не знаю Запустили они голосование По июню Но в общем и целом Да Все прекрасно понимаем Что Артем Карпукас Это Человек Который Абсолютно Стабильно Провел Весь сезон У него не было Откровенно Прям Провальных Отрезков Они были у всех Были провальные Отрезки Ух ты Стучат в стену Надо заканчивать Были провальные Отрезки У Артема Дзюбы Были провальные Отрезки У Антона Мирнчука У всех были провальные Отрезки Кроме Артема Карпукаса Я думаю Что Даже читать Чат не надо Вы все Пишите Примерно Одно И то же Артем Карпукас Блин Ну мне стучат В стену Поэтому я очень быстро Скажу Что у нас еще были Номинации Сейв сезона Но я так и не понял Как их искать Лучшая гифка Но мы их с вами Все посмотрели Я думаю Что большого смысла Выбирать лучшую нет И номинации Привоз сезона Я думаю Что В данном случае Лично мой голос За привоз Конти А больше Прям каких-то Серьезных привозов Ну мне вспомнить Не удалось Вот прям Сравним их С привозом Конти Так что Ребятушки Ребятушки Мы вручили сегодня Золотого Ротенберга Я думаю Что эта запись Появится На Ютубе И мы Все кто Захочет Сможет Ознакомиться С Самой херовой Из отдых в аренду Мампасси Берковских лунов Моя тройка кандидатов Я думаю Что На этом Мы с вами Закончим А то У меня тут Стену проломят Давайте Кому-нибудь На рейд Пойдем У нас сегодня Много 61 человек До самого конца Досидели И у нас тут Есть даже Жем Которая стримит Давайте Пойдем К Жене Моей На стрим Привоз Тики С Уралом Окей Лучший гиф Очевидно С Нагорных Одобряю Ваш выбор Спасибо огромное Что посидели Сегодня со мной Вручили Золотого Ротенберга Посмотрели Очередное Видео Под Шебякиной До встречи Завтра Завтра Большой Футбольный День Завтра У нас Финал Лиги Конференции Завтра У нас Еще И Первый Первый Два Стаковых Матч Обязательно Что нибудь с вами Зацепим Что нибудь Посмотрим А пока Все на Рейд Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует